Продолжаем тему нетворкинга в США, и это продолжение эпизода «Как заводить полезные связи с Верой Масловой». Как стратегически подходить к нетворкингу, чтобы получать результаты в долгосрочной перспективе? Что нужно сделать, если надо получить результат прямо здесь и сейчас? Как знакомиться офлайн на конференциях, митапах или на кружках по интересам? Как втираться в доверие к американцам, обсудим в сегодняшнем эпизоде. Не переключайтесь. С вами Анна Наумова, я эксперт по поиску работы в США, карьерный коуч и консультант, живу в США уже 8 лет. А также я продакт-менеджер с опытом более 10 лет и с опытом в IT с 2006 года. И вы на моем канале Продкаст. Если вам нужно сделать крутое американское резюме, прокачать профиль в LinkedIn или подготовиться к собеседованию международной кампании, заходите на мой веб-сайт annanaumova.com и записывайтесь ко мне на консультации. Итак, у меня в гостях сегодня Вера Маслова, основатель просветительского проекта Science.me. Вера также занимается партнерствами для компаний в сфере электроэнергии L-Charge и консультирует людей из бизнеса, науки и искусства по стратегическому нетворку. Вера, привет еще раз! Очень рада тебя видеть! Очень рада, да. Мы с Верой недавно записали первую часть этого эпизода. Это был про нетворкинг онлайн. Мы говорили очень много про онлайн, а также про психологические барьеры. Поэтому, если вам интересен нетворкинг в LinkedIn, как писать холодные письма нанимающим менеджерам или рекрутерам, или как вообще бороться со своими блоками в голове, если вам страшно, ссылка на этот эпизод будет в описании к этому видео. Ну что, Вера, спасибо большое, что еще раз согласилась со мной пообщаться. Очень крутой получился у нас тогда эпизод. Получило безумное количество положительных откликов. Очень много лайков, очень много комментариев. Поэтому, ребят, обязательно ставьте лайки, задавайте вопросы. Я собрала еще кучу вопросов после нашего первого эпизода. И то, что мы не успели покрыть в первом эпизоде, это оффлайн-знакомство. Сегодня мы постараемся полностью закрыть вопрос по нетворкингу, чтобы вы, ребят, стали профессионалами. Расскажи о себе вкратце, если кто-то вдруг не смотрел наш первый эпизод. Давай с самого начала. Кто такая Вера Маслова? Да, с удовольствием, с огромным. И рада быть в эфире. Правда, что и ты такая замечательная аудитория, очень увлеченная и рада, действительно, что тот эфир был настолько успешный. Здесь, когда я переехала в Америку, я поняла, что действительно вообще знакомство и знакомиться, это была часть, наверное, всей моей жизни. Я помню, как в 18 лет собрала день рождения на 100 человек. И потом повторяла это. И сейчас здесь, наверное, Америка помогла мне увидеть эту сильную сторону. Я сама из науки, занималась долго философией и эстетикой. Это философия искусства. Потом создала проект Science.me. Это было в Москве. Мы делали очень много мероприятий, больше трехсот. Очень много делали пиара и медиа и маркетинга. И много общались с такими невероятными экспертами из разных областей. И здесь я переехала два с половиной года назад. Сейчас нахожусь в Сан-Франциско. Очень мне нравится. И мне кажется, Силиконовая долина, мне кажется, все здесь строится на натворке. Сто процентов. И на пятерях, и онлайн. Я думаю, это везде, но здесь, наверное, какая-то, может быть, какая-то концентрация, может быть, повышенная этого. И я работала со стартапами, с фондами, занимаюсь партнерствами, помогаю с инвестор-релэйшенс. И поэтому, действительно, каждый день я делаю по пять-десять introductions. Постоянно со всеми встречаюсь, общаюсь. И действительно, это, наверное, одно из моих любимых дел. Хотя иногда это и истощает, но мне это очень нравится. И также стала консультировать людей, действительно, как знакомиться. Я, честно, Ань, даже не ожидала, что, знаешь, для тебя то, что кажется, это часть твоей жизни. Мне говорят, Вера, иди туда, нам нужны вот эти люди. Я говорю, нет проблем, ребят, вернусь вам, все, доложусь. И я чувствую, что действительно для многих людей, для интровертов, даже не для интровертов, у меня есть и экстраверты тоже, но которым вот действительно сложно в новой среде или в новой индустрии, или в новом месте. Или у них поменялось, там, не знаю, например, там, рождение ребенка и пять лет человек, допустим, не работал. Ему просто вот психологически сложно пойти на мероприятие или там то, что мы говорили, написать онлайн людей. То есть я вижу, что это действительно сложно. И я поддерживаю, рассказываю. Мы прямо на консультациях, прямо в моменте пишем сообщения, рассказываю, как-то настраиваю. И мне это очень нравится, потому что всегда вижу результаты. Мне правда кажется, что это навык. Просто у кого-то действительно кто-то рожден, и это легко дается. Но я считаю, что это как выучить язык. То есть это ты действительно можешь достичь. Просто как, я не знаю, в спорте мы тренируемся, так и мне кажется, именно как создавать важные какие-то связи, которые тебе помогают в жизни. Это то, что мы на прошлом эфире говорили, что для меня это не просто нетворк, что нетворк, я даже не очень люблю это слово. А это именно то, что ты создаешь вокруг себя окружение. Среди каких людей ты хочешь быть, с какими ты не хочешь быть, ты можешь говорить нет. Отдалять от тебя людей, и наоборот, с кем ты мечтаешь быть рядом, ты можешь больше их притягивать. И чтобы эти люди становились твоими друзьями и партнерами, и с очень разными целями в жизни, которые у тебя есть. Мне правда кажется, что выстраивание, создание знакомств, создание таких устойчивых связей. Потому что познакомиться, это, наверное, такая очень маленькая айсберга. И я всегда говорю, что, ребят, знакомство освоить легко. Но чтобы это действительно было не просто знакомство, а глубокое общение на многие годы. Не боюсь этого слова. Это другой вид работы. То есть про фоллоуапсы мы это тоже осветили в прошлом эфире. Но я думаю, мы про это тоже поговорим. Сегодня поговорим как нетворкинг, как долгосрочная стратегия. И обязательно, как знакомиться в долгую и как знакомиться в быструю, если, конечно, прямо сейчас что-то нужно. Например, вот прямо сейчас нужен какой-то реферал в крупную компанию. Это, наверное, частый запрос от моих подписчиков. Особенно сейчас, когда рынок труда очень такой сложный. И в основном кандидатов рассматривают только через рефералы, через рекомендации. А у людей нет. У людей, например, новые в США только приехали. Иммигранты. У них нет вот этого базы, школы, где они учились, выставили себе сеть контактов. И все их теперь знают. Поэтому приходится заходить вот такую в холодную. Тоже сегодня обязательно обсудим. Вот ты правильно сказала. Мне понравилось, что нетворкинг – это скилл. То есть это скилл, который прокачивается. Потому что тоже я часто сталкиваюсь с таким сопротивлением, когда люди говорят, я интроверт, нетворкинг – это не для меня. Я тут понимаю, что нет, нетворкинг – это для всех. И все стесняются. Даже экстраверты стесняются, и интроверты стесняются. И, собственно, как бы это нормально стесняются. То есть ваша задача – идти и пробовать. И пройти через отказы. Люди чаще всего боятся нетворкинга, потому что получат отказ. И вот мой партнер по воскресленному шоу Микитюк, который пока временно ушел в отпуск, он всегда говорил, ребята, вам нужно получить определенное количество отказов, чтобы вырубить вот эту вот броню. Вот тоже с собеседованием, с нетворкингом. Вам надо просто идти и получать вот эти отказы. И с каждым отказом вам будет легче даваться. Поэтому это просто скилл. И никак вообще не связаны экстраверты, интроверты. Это ваша задача. Я считаю, что это профессионализм. Вот вы идете и что-то делаете. Хорошо. Вера, мы с тобой очень подробно обсудили техники онлайн-нетворкинга через LinkedIn в прошлом эпизоде. Я немножко хотела бы, может быть, закрыть тему онлайна, потому что на одном LinkedIn онлайн присутствие наше не строится. Я думаю, что можно выходить за рамки LinkedIn. Вот есть ли еще какие-то альтернативные площадки для онлайн-бизнес-знакомств США? Ну вот есть Инстаграм, есть Твиттер, Фейсбук. А вообще я недавно обнаружила, что даже такая дейтинг-платформа, как Bumble, имеет категорию бизнес-знакомств. Я тоже была удивлена. Я попробовала, у меня, правда, ничего не получилось. Но тем не менее, какие еще есть альтернативы LinkedIn в США? Да, с удовольствием поделюсь. И я считаю, что ими стоит пользоваться. Я прямо себе выписала несколько. Потому что LinkedIn, мне кажется, такой заклатренный очень. Очень много спама там, очень много вот такой клаттер прям, через который надо пробиваться. Поэтому я думаю, что правда надо попробовать какие-то, что-то новенькое такое. Я согласна. И я бы это разделила, может быть, на несколько сфер. Есть такие больше бизнес-сообщества разные, и я назову их несколько. Я бы сказала, разные по индустриям. Есть по локациям. И я считаю, что всех их можно использовать. И даже если кто-то сейчас из наших слушателей находится не в Америке, это тоже можно находить и в той стране, где вы находитесь. Одна из них, честно говоря, одна из моих любимых приложения, которое называется The Breakfast. И я, собственно, помогала его запускать в Сан-Франциско. Они сейчас находятся, по-моему, в 15 странах. В Америке они точно запущены в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе, по-моему, и в несколько других городов. Они есть в Лиссабоне, в Лондоне, даже в Тбилиси, по-моему, в Польше. Идея такая, там больше людей из креативных индустрий, но и не только. То есть люди, которые, они могут быть и в ТЭК, но они интересуются креативными индустриями. Она очень стильно сделана, они получили много призов. Ты заполняешь свой профиль. Я могу дать, мы можем дать, у меня есть промокод на них. И тебе показывают, что ты хочешь познакомиться с людьми, как ты, или ты хочешь познакомиться с другими людьми. И дальше тебе раз в день, или как ты хочешь, с частотой, которую ты хочешь, выдается тебе человек, ты смотришь профиль. И дальше, что мне нравится, вы идёте, договариваетесь, и вместе идёте завтракать в оффлайне. И из-за того, что там есть фильтр у людей, то есть там ты приходишь либо через реферал, либо ты проходишь модерацию. То есть ни одного не было лишнего человека. Почти со всеми, с кем я завтракала, я до сих пор общаюсь. То есть там действительно, я боюсь точно сказать цифры, но там точно, мне кажется, что там сейчас больше 40 тысяч пользователей. То есть, в принципе, достаточно хорошая база. Но я могу уточнить и вернуться с этим. И это очень стоящее. То есть я из примеров могу рассказать, что здесь я познакомилась с МакКинзи-человеком, который работать был очень приятно, и у нас было классное общение. Один человек был преподаватель искусства в Сан-Франциско, Моума. И он не ходит на этапы, ничто, но ему вот... Американцы, да? Правильно я понимаю, что там не только русскоязычные, что это всё-таки международные знакомства? Очень разные. Одна девушка, была прекрасное общение, мы до сих пор с ней общаемся. Она... У неё своё агентство по брендингу, по рекламе. Очень классный человек, команда, давно очень в Сан-Франциско. У нас был очень такой глубокий разговор. То есть очень разнородные люди, но очень открытые к общению. И я, может быть, буду... Есть платформа, называется Osmos. Тоже там... Это больше бизнес-общение. Там тоже вы указываете локацию, что вам интересно, чем вы можете помочь. И дальше идёт мячинг. Потом есть разные форматы рэндом кофе. То есть я знаю, что они есть среди русскоговорящих, но я знаю, что и рэндом кофе, разные чаты есть и в Америке тоже, и в других странах. И я думаю, что ими тоже можно пользоваться. Потом я записала платформу Nextdoor. Интересно. Это платформа, которая ищет людей по локации. То есть вот ты находишься в Остине, в Сан-Франциско, и там есть очень разные. То есть там люди ходят вместе с собаками гулять, но ты можешь и строить и бизнес-знакомство тоже. То есть там очень по разным интересам. И идея такая, что ты по любой своей задаче можешь найти людей, которые именно в твоей локации находятся. Там есть интересное. То есть там как бы оно менее такое, как сказать, точечное. То есть там нету ни модерации, такого там нету. Но при этом я считаю, что... По-моему, оно только в Америке запущено, эта платформа. Но я считаю, что обязательно стоит посмотреть. Особенно кто в небольших, например, городах находится, потому что им сложнее находить митапы, конференции или какие-то крупные мероприятия. Или, допустим, то на самом деле через такую платформу, может быть, будет проще найти кого-то людей, кто просто твой сосед, может быть. Потом я выписала несколько... Ещё одно сообщество. Я сама там какое-то время находилась. Называется Toastmasters. Это группы, где... Можно сказать это, что люди тренируются как бы в ораторском искусстве, но это было бы очень большим упрощением. Группа, в которой я находилась на севере Сан-Франциско, это люди старше 60, но все с очень крутым бизнес-бэкграундом. Это для них формат такой на пенсии. Это американцы, у них потрясающий язык. Я не очень уверенно себя вначале чувствовала питчить. То есть я прям показывала презентации, рассказывала. Они очень поддерживают, дают классные комментарии. Каждая встреча какая-то тема есть. Там очень, там, по-моему, 50 долларов, мне кажется, в год это стоит. Но я знаю, что Toastmasters, они по всей стране, и они в других странах есть. То есть ты общаешься на английском с людьми неравнодушными, с интересными, с разным бэкграундом. Это всегда очень хорошее знакомство. Онлайн или это оффлайн уже? Или можно там онлайн всё-таки заниматься питчингом? Они изначально были оффлайн, но во время ковида они все перешли онлайн. И многие сейчас продолжают делать онлайн. Многие переехали во время ковида. И поэтому, то есть... Не обязательно быть в США или в каком-то определённом городе, чтобы пойти попищать себя, например, людям из Сан-Франциско. Правильно я понимаю? Я думаю, что да, нужно узнавать. Я могу там поделиться контактами своей группы. Можно посмотреть в сайтах. Они часто где-то присутствуют в разных соцсетях иногда. В моей группе они часто зовут очень интересных экспертов, которые тоже выступают. И, то есть, это правда, действительно, очень неординарных спикеров зовут. То есть, мне кажется, это тоже хорошая платформа. Просто потренироваться, потому что я знаю, Ань, в моей практике очень часто встречаемся, когда люди просто неуверены из-за языка. Не потому что они плохо натворкаются, а они просто... Им сложно подойти, потому что им страшно заговорить. И как раз эта группа, она, мне кажется, сразу в глазах убивает и то, и другое. Потом я записала себе разные такие уже более, может быть, такие executives. То, что я знаю, что среди твоих слушателей очень разные люди. Есть такое, называется, как ЧИФ. Это для женщин-руководителей сообщества. Это онлайн, но они делают оффлайн-встречи, они очень знакомы. То есть, в Америке очень много разного рода клубов. Вообще, клубы, мне кажется, такая местная специфика. И оффлайн, и онлайн. По интересам, по профессиональным интересам. Их просто огромное здесь количество. Я назову просто вот очень несколько, но, на самом деле, просто тысячи. Есть одна C-suite называется. Они поменьше, туда легче входить. Я тоже дам все ссылки. Если нужно, referrals могу сделать. Недавно я познакомилась. Есть такая группа, называется Blend. Они тоже по всему миру. Это онлайн. Туда будет... Blend. B-L-E-N-E. Они делают, что у них executives только из корпораций они объединяют. То есть, они говорят, вот нам нужно, чтобы у человека был доход не меньше миллиона долларов. И они по всему миру их соединяют, делают мероприятия. У них есть app. У них есть разные темы мероприятий, на которых они встречаются. Я была вот на встрече в Сан-Франциско. То есть, на самом деле, в какой бы ты индустрии, в какой бы роли бы ты ни находился, на самом деле, очень много есть, как сказать, как говорят, знаешь, что пирог можно вот так нарезать. И, то есть, на самом деле, можно находить еще эти сообщества. То есть, я вот назвала несколько. Еще я, наверное, добавлю про ассоциации. Ассоциации, мне кажется, для русскоговорящего человека часто не очень хорошие. Вот плохие ассоциации, да? Ассоциации имеют плохие ассоциации. В Америке это не так. Здесь, правда, многие входят в них очень много внутри. Профсоюзы, да? Это еще хуже. Еще хуже, да? Профсоюзы тоже. То есть, на самом деле, я считаю, что не нужно и, как бы, иногда через них тоже, то есть, там много людей осознанно туда входит, очень много волонтерства там. То есть, это такая, я не побоюсь, вот слово «место силы». Я считаю, что не стоит ими не преграть. И также еще я назову Chamber of Commerce. Они есть почти во всех городах. Я не знаю, ну, такой, как бы, может быть, там начинают средние численности. Они тоже очень активны. Они, большинство, кого я знаю, много делают мероприятий. Многие предприниматели города туда входят. Там очень много людей, которые, может быть, мы такие активные в онлайне, но на самом деле очень много в Америке в оффлайне происходит. И многие там владельцы, не знаю, там магазинов или каких-то интересных там тоже каких-то проектов, они не очень активны онлайн, но они активны в Chamber of Commerce. Поэтому найти такие организации, посмотреть, что они делают. Часто, они очень часто, мне кажется, большинство мероприятий открытые, куда ты можешь прийти как член города, ну, как житель города. И обычно они очень доброжелательные, так как они, как бы, хотят больше вовлечения. То есть, я слышала от многих и сама была на нескольких мероприятиях. Плюс там для предпринимателей некоторые продажи через это тоже делают. То есть, мне кажется, что тоже просто входить через это стоит. А вот про ассоциации. Можешь привести какие-то конкретные примеры ассоциаций или как их искать? Я знаю, что, например, одни из очень активных ассоциаций – это всё, что… Вот кто юристы, например. Вообще вот эти все lawyers, для них, так как они очень много обмениваются информацией, поддержкой друг друга, часто меняются какие-то законы, ассоциации, я знаю, для них очень важная часть их жизни, скажем так. Так, и поддержки тоже, и профессиональные, не только профессиональные. Поэтому это просто первое, что пришло в голову. Поэтому, если вы как-то связаны с этим, а или, может быть, хотите пойти в это направление, или, может быть, ваша деятельность каким-то образом связана. Даже в ТЭК, например, очень много, на самом деле, позиций, которые связаны каким-то образом с юридическим сопровождением. Вы тоже можете это войти. Юристы, чем хорошая аудитория? Они всегда не самые лучшие нетворкеры. А те, кто не самые лучшие нетворкеры, на самом деле, с ними лучше всего нетворкаться. Потому что они как бы более открыты к этому. К ним не подходит 100 человек в день. И когда ты с ним общаешься, и особенно если юрист вам сделал реферал, вес этому всегда намного выше. Поэтому я всегда за какие-то нестандартные, скажем так, какие-то ходы. И поэтому с ними... А из-за того, что там какие-то юридические компании, много компаний обслуживают. Если они всегда могут сделать реферал в компанию, в которой они работают. И поэтому, если вы даже придете на какое-то открытое мероприятие, кто-то вам понравится. Эти люди очень всегда глубокие, они много знают. То есть, на самом деле, это всегда люди такие очень эрудированные, я бы сказала. С ними интересно общаться. Они очень ответственные в плане того, что вот если они сказали, да, давай пойдем на кофе, это реально значит, что они согласны пойти на кофе. Потому что там здесь, в долине, когда тебе так говорят, это вообще ничего не значит. Это просто сказать, да, приятно познакомиться. Но это вообще не означает, что человек с тобой хочет быть. Вот если юрист так говорит, то обычно это действительно означает, что он готов с тобой встретиться. И они реально встречаются. Круто. Прямо записала себе, да, пойти на творчество с юристами. Слушай, супер, супер. Очень много всего я записала. Обязательно поделюсь всеми ссылками, которые ты сегодня упомянула. Вот прям вот в этой речи твоей большой про онлайн-знакомство. Какие-то варианты. Супер обязательно. Ты хочешь что-то сказать? Ты ручку подняла? Да, я ещё вспоминала. Ты выписала просто несколько групп. Я вспоминала ещё. Мне кажется, что это хорошее направление. Есть группы по национальностям. То есть здесь есть там группы австрийцев. Есть здесь группа, кто из Норвегии. Я была в воскресенье. Это пикник, где немецко-американское сообщество. Там есть мембершип какой-то тоже очень минимальный. Но они достаточно часто делают мероприятия. Они очень приятные. Совершенно не обязательно быть немцем для этого. То есть это не то, что они скорее как бы объединяют людей. Но они даже в это вкладывают не то, что у тебя паспорт никто не смотрит. Но они даже... Моё ощущение, потому что я была на очень разных таких мероприятиях. Скорее, это любители этой культуры. То есть если ты любишь сосиски... Сосиски. Я думаю, все любят сосиски. Только если вы не веганы, да? Да, в принципе, можешь пойти на это мероприятие easy. И, в принципе, ещё что удобно, что это очень легко искать. То есть иногда они в Фейсбуке. Часто эти люди в Линкдине. Это для них как волонтёрская деятельность. То есть все, кто такие сообщества создают, обычно это такие как нон-профит. Ну или они просто в самоокупаемости находятся. Но они любят это постить, в том числе и на Линкдине тоже, и на Фейсбуке. То есть вы на самом деле можете по ключевым словам найти. Там, если кто-то находится в Калифорнии, то уж с тобой с ним поделюсь. Но они часто... У них как бы деятельность как раз поддерживать, как сказать, своих, если можно сказать. И они очень всегда легко делают introductions, referrals. То есть там всегда очень поддерживающая атмосфера. Особенно если ты, например, новенький в городе. Они особенно таких тоже любят, очень поддерживают, помогают. Там обычно очень классные координаторы, кураторы. Потому что люди делают от души, так сказать, по зову сердца. И они, правда, такие большие энтузиасты. И мне кажется, что такое тоже стоит посмотреть. Слушай, супер. Записала. Тогда, наверное, от себя я все-таки добавлю дейтинг-приложение, как тоже такое средство онлайн-нетворк, онлайн-офлайн, переходящее в офлайн. Потому что, во-первых, есть приложение как Bumble, где вы можете просто поставить, что вы ищете друзей. Там есть такая опция. То есть вам не обязательно пользоваться дейтинг-приложением для того, чтобы искать себе романтические приключения. Не обязательно. А во-вторых, в целом, даже если вы ищете романтические приключения, часто бывает, что вы коннектитесь с каким-то профессионалом, просто и понимаете, что романтики у вас нет, зато у вас есть очень интересные какие-то, я не знаю, профессиональные интересы. Я так с несколькими познакомилась в Калифорнии с ребятами из крупных компаний, Google, Meta, дизайнеры, разработчики, CTO и так далее. Ничего у нас там романтического не было, зато мы просто законтачились в LinkedIn после этого. И просто не то, что мы там общаемся, но, тем не менее, можем, наверное, пообщаться, если вдруг будет какая-то необходимость, что когда-то мы сходили на тип свидания, просто попили кофе вместе, поболтали. Поэтому тоже не отказывайтесь, если у вас нет мужа и жены. Это, конечно, объяснить, наверное, сложно, но, тем не менее. И сюда я всё-таки добавлю Instagram, площадку, которую мы не обсудили, но она очень важная в США, особенно среди молодёжи. Например, вот Facebook молодёжь особо не пользуется. Facebook – это считается в Америке соцсетью для… Ну, вот уже как одноклассники, да, мне кажется, в США, ой, в России. Ну, какие-то взрослые уже люди, семейная соцсеть и так далее. А вот Instagram – это как раз для молодёжи. Поэтому если вы входите в категорию молодёжи, если вам интересны какие-то сообщества молодёжные, вот Instagram, скорее всего, вы будете искать там. Ну, например, вот я бегун, все мои группы беговые, они исключительно в Instagram. Вот нигде среди американцев ни Telegram, ни Facebook, ни WhatsApp, а вот все в Instagram. Чаты в Instagram, каналы в Instagram, всё вот в Instagram, и мы все организуемся через Instagram, поэтому тоже запишите. Ну что, пойдём в оффлайн? Да, Instagram ещё через оффлайн я ещё тоже добавлю, чуть позднее тоже свои какие-то лайфхаки. Ага, да. Давай тогда мы из онлайна будем перетекать плавно. Мы уже плавно перетекаем, но, тем не менее, будем фокусироваться именно на оффлайн-знакомствах. Вот вообще расскажи, где знакомиться вживую? Вот ты уже упоминала всякие группы мероприятия, которые создаются онлайн, но потом кто-то переходит в оффлайн. Например, тостмастерс, да, можно онлайн-оффлайн, или группы по интересам, или какие-то ассоциации, которые встречаются. Но всё-таки, если я хочу познакомиться с инвесторами, с разработчиками, с айтишниками, с продукт-менеджерами, дизайнерами и так далее, куда идти оффлайн? Первое, я бы сказала, как общий ответ, что знакомиться стоит везде. Мне кажется, что можно начинать с каких-то профессиональных мероприятий. Сейчас мы обязательно вернёмся к этому. Но при этом никогда не знаешь, кто будет рядом в очереди для кофе. Поэтому знакомиться можно и стоит везде. Мой интроверт с границами поднапрягся, да? Потому что я думаю, если я стою в очередь за кофе, и тут ко мне кто-то начинает подкатывать, я начинаю напрягаться. Знаешь, типа, это мои границы, не заходи сюда. Вот как ты с этим? Ты прям вот подходишь в очередь для кофе, или как ты этим? Да, я думала, на самом деле, это разобрать. Мне кажется, вообще, я даже выписала на самом деле себе, что очереди, ребят, идеальное место для знакомства. И мой опыт про это говорит, и чужой опыт. Вы вынуждены там находиться, и ты, безусловно, важно соблюдать дистанцию. То есть ты как бы, ты же не так всё жмёшь руку, вот моя карточка. То есть ты же, конечно, как делаешь. То есть если это в кофейне, например, но я в очередях и на мероприятиях тоже всё время ознакомлюсь. Если это какое-то... То есть можно спросить, а ты здесь первый раз? А что ты брал? Какой любимый твой там напиток или блюдо? Потому что некоторых, ты видишь, люди давно здесь находятся. Можно спросить, что там... А я вот не знаю, там, может быть, ты что-то посоветуешь. Очень часто американцы, это, мне кажется, чисто американская история, они очень любят первыми сказать тебе комплимент, и комплимент, не что-то красивое. То есть они выбирают что-то конкретное из твоей внешности, обожают говорить комплименты про собак. Я хотела поделиться, у меня одна знакомая реально завела собаку для нетворкинга. Она говорит, Вера, я интроверт, вообще не могу знакомиться, завела собаку, теперь все собачники мои друзья. У меня здесь друзья из всех компаний. Она говорит, я вот прям нашла, мне вообще идеально подходит. Но это, может, какой-то крайний случай, но тоже хотела этим поделиться. Можно ребёнка завести для нетворка тоже. На детских площадках мне сказали, что на самом деле тоже очень хорошее знакомство. Это тоже, на самом деле, совершенно, да, потому что твои дети играют. Или ещё что-то там, ты где-то присмотрел там за чужим ребёнком. Ну, то есть это какие-то разные такие моменты. Это очень, это всегда вам упрощает, на самом деле, вот этот первый момент. А что сказать? Когда у вас есть общее поле, вы уже здесь находитесь, у вас что-то вместе сюда привело, это и есть ваш повод. То есть можно либо это использовать, либо вот то, что я говорю, сказать комплимент. Но некоторым, кстати, людям, правда, сложно говорить комплименты. Есть такая книжка «Five Languages of Love», и там вот один из языков любви – это «Words of Affirmation». Очень советую эту книгу, потому что она… Он потом ещё одну написал книгу, как раз что эти же пять языков используются и в работе тоже. И как раз он разбирает случаи, что есть люди, которым очень сложно говорить комплименты. И мне кажется, это здорово как раз начать тренироваться, не на жене и мужа, может быть, а вот так вовне иногда даже легче чужому человеку сказать. И мне кажется, это очень важный тоже навык, говорить комплименты. И никто не заставляет говорить неправду, но в любом человеке ты можешь найти что-то, что тебе понравится. Может быть, тебе нравится, когда человек жестикулирует. Может быть, мне нравится тембр голоса. Мне правда, например, нравится. Женщина, когда, знаешь, ты басом, говорят, я прям думаю, какой классный голос такой вообще, сука. Да, я прям предвосвещаю вопросы. Вот, а, это же лесть, надо идти и льстить, и льстить. Да, вот мне все говорят про американскую лицемерие. Вот, американскую лесть и американское лицемерие. Вот, ты правильно сказала. Не надо говорить, если вам что-то не нравится. Если идёт, я не знаю, женщина, и она вам не нравится, вам не нравятся её волосы, не надо говорить, I like your hair. Если вам не нравится, какая она, я не знаю, одета, не надо тоже врать, это всё будет заметно. Найдите что-то, что вам нравится. Если вам ещё не нравится, ну, тогда уж промолчите, да, не нужно, наверное. Нравится, посмотри, когда ты стоишь в воде, если у тебя есть человек перед тобой, а ещё у тебя есть человек сзади. Поэтому у тебя есть, ты можешь, если тебе ничего не нравится, человек спереди, обернись и поговори с тем, кто сзади. У меня была одна очередь. TechCrunch – это такое очень крупное мероприятие. В Сан-Франциско проходит, и не только. И я пошла в очередь, подписывала автор книг. Вообще не знала ни автора, ни книгу. Думаю, ну, какая-то приятная очередь стоит. И ты стояла. И мы познакомились, в итоге 10 человек. Пять спереди, пять сзади. Мы все обменялись контактом. Правда, все знают, что TechCrunch – это как бы место. Наверное, первая задача – это нетворк. Поэтому, в принципе, все открыты для нетворка. И просто тоже как пример, что это очень хороший повод. То есть я спрашивала, что за автор? А как вы узнали там? Почему вы решили там постоять? Ну, то есть это очень так же… И мы, может быть, здесь плавно переходим к мероприятиям. Может быть, более крупным. Но и маленьким тоже. На митапах я тоже люблю стоять. Все, что связано с едой, например. Люди пришли перекусить. Это всегда хороший повод. Если вы не знаете, где знакомиться, идите туда, где есть еда. Попробуй вот это реально очень вкусно. Возьми еще вот это и вот это. Вот это возьми. Hi, I'm Vera. And what's your name? То есть ты как бы у тебя есть… Вот это, правда, это чисто тренировка. Но потом она просто идет уже как по маслу. Вера, масло. Как по маслу. Оно органично приходит. Но вот эти как бы первая, да, может быть, история. И, Аня, возвращаясь к твоему вопросу. То есть, да, это митапы. Где знакомиться, да. Очереди я записала, митапы. Да. То есть это какой формат? То есть это конференции, это митапы, это какие-то мастер-классы даже, возможно. Где искать их? То я думаю, что это Eventbrite платформы, Partyful. Можно также смотреть ивенты на LinkedIn. Всегда в лентах, на самом деле, чем больше вы развиваетесь, тут у нас связь с первым эфиром, всегда чем больше вы развиваетесь в свой онлайн-нетворк, то у вас, на самом деле, в ленте начинают… Вы начинаете в ленте видеть разные мероприятия на людей, на которых вы подписаны. Почему ещё это тоже важно делать? То есть вы как бы… Увознание увеличивается в этой области. Митап.com, да? Ну, обязательно. Partyful, тоже модная платформа, там тоже многие регистрируются. Иногда бывает, то есть, например, хайки, нам кажется, что это чисто хайки, иногда бывает хайки и продакт-менеджера. Я такое тоже. Иногда они по интересам бывают. Я сейчас стала плавать в океане 3-4 раза в неделю, и я познакомила женщины, там было такое очень закрытое и классное мероприятие, и она говорит, а я плаваю в океане. Я говорю, а я всегда мечтала? Я говорю, а можно с вами? Она, наверное, только на шестой раз меня взяла с собой. Это как раз про фоллоуапы. То есть я ей периодически писала. И она такая, ну ладно, я думаю, она, видимо, поняла, что я это... Надо меня взять. И там группа, там чат в WhatsApp, 25, это все executive женщины в разных сферах. Одна в healthcare, а там другая в инвестициях, еще что-то. Они почти все старше меня. Невероятная, классная группа, очень поддерживающая. Они все время... У них там разные заплывы есть. Они очень поддерживают друг друга. У одной есть дом в Саноме, мы ездили к ней на ланч. Сейчас мы другой ланч обсуждаем. То есть оказалось, что... Вот вроде бы, да, это было совершенно непрофильная, да, какая-то история. Но мы уже с несколькими отдельно встретились с женщинами. И мне невероятно тоже... Подходит. То есть я к тому, что... Даже если вы пойдете в кружок по вязанию, а вязание, кстати, в Америке тоже достаточно популярно, то очень высокий шанс, что кто-то из вашей группы на самом деле может оказаться вообще как-то связан с вашей профессиональной деятельностью. Даже я бы сказала, что это очень высокий шанс. Высокий шанс, конечно. Особенно среди каких-то более дорогих развлечений, например, теннис. Если вы играете в теннис, сто процентов там будут люди из высокого класса. Дальше что у нас из таких вот? Яхтинг, да, если вдруг вы... Гольф. Гольф. В США очень популярен гольф, тоже играет. То есть гольф очень много. Причем в моем сознании мне казалось, что гольф это так нужно миллион долларов иметь. Здесь есть гольф, то есть площадки есть, ты плачешь 25 долларов в час, и люди играют, и причем тоже, и это как бы совершенно... То есть тут очень много доступного, и люди очень любят делиться, рассказывать. Ты можешь сказать, что я вот новичок, не умею, ты можешь прям подойти. То есть здесь это очень... Это огромная, мне кажется, сильная сторона вообще Америки, что здесь очень открытая. Когда видишь, что ты интересуешься, ты хочешь узнать. Мне кажется, Ань, что здесь во всех штатах люди очень открытые. Если кто-то попадется, что как-то с вами будет не очень общаться, просто вы случайно на такого попали, и тут действительно надо просто дальше не думать, что это все такие, а это просто вы как бы... Бывает, да. Везде бывают какие-то, как говорится, в семье не без урода, везде бывают хорошие и плохие, поэтому тоже, как Вера говорит, не останавливайтесь, шестого раза вам повезет. Я, кстати, то, что ты занимаешься, я знаю, что здесь есть шесть сообществ бегунов в долине, и это тоже очень-очень там классные люди. Потом серфинг тоже. Это может быть больше в Калифорнии, но во Флориде тоже. Тоже очень активные сообщества, очень много они тоже чего-то сделали. Даже там пляжные волейболы, я знаю, несколько групп в Телеграме есть, кто там тоже, они всегда договариваются, а когда они что-то встречаются, просто прибираю. Мне кажется, что бы вы ни любили, Marshall Art Box, очень популярный. Потом я знаю, что особенно почему-то в Калифорнии очень модна керамика, то есть, видимо, люди настолько устают от лаптопов, знаешь, по вечерам, то есть я реально, у меня просто еще в районе живу, здесь несколько гончарных студий, и ты знаешь, выходишь, и там просто вот сорок людей нашего возраста, значит, я думаю, ну это действительно какое-то, это, наверное, средство против успокаивания. Это вот, кстати, мой способ, я обожаю лепить тесто, и когда я очень на стрессе, я леплю какие-то пирожки для своей дочери, вот, то есть для меня вот это вот прям целая процедура, я беру тесто, и я говорю, все, у меня наушниках подкаст, я говорю, Ева, отстань, я занята, у меня дзен, я ловлю дзен, я леплю ей сосиски в тесте, пирожки, пельмешки, да, и вот для меня это прям вот, знаешь, релакс такой, вот, ну кто-то вот, видишь, керамику лепит, я леплю, чтобы вот как бы полепить, еще и можно еще и накормить дочь, чтобы не просто лепить, а еще польза. Пробег, еще добавлю, велосипед, не знаю, как вот в Калифорнии, вот в осени у нас очень много велосипедистов, велосипедных групп, и тоже, если вы ищете людей из таких, более таких обеспеченных, часто велосипеды, это достаточно дорогой вид транспорта, часто у них если это более профессиональные велосипедисты, триатлонисты туда же, у них очень дорогая экипировка, велосипеды могут быть по несколько тысяч долларов, поэтому тоже, если вам важно как бы статус человека, в отличие от бега, с бегом здесь сложно, потому что, по крайней мере, вот в Остине все парни бегают в шортах, и тут как бы не поймешь, кто он, да, и кем он работает, все примерно одинаковые, то есть он может быть и СТО, у меня и такие друзья, я и СТО, например, на Indeed, я с ним тоже бегаю, вот тут шорты, и голый торс, и кепка, и точно такой же может бегать, который, например, не работает, или работает где-нибудь на стройке, все примерно одинаковые, здесь очень сложно понять по человеку, его уровень дохода, его должность, его специализацию, если вам важно именно бизнес-знакомство, заводить бег здесь, ну, проблематично скорее будет, если вы не знаете его аккаунт в Инстаграме, или где-нибудь, где вы можете это все прочекать, но для друзей вообще супер, бег супер. Я хочу здесь добавить, Ань, потому что меня тоже это спрашивает, и я хочу, здесь, может быть, мы сейчас обсуждаем, куда, как бы первое касание сделать, я хочу немножко здесь проговорить про второе, третье касание, у меня просто были случаи, которые, знаешь, так буквально воспринимают твои слова, говорят, так, все, я сейчас пойду в теннис, буду знакомиться, сейчас, и они настолько стараются, что они знакомятся и говорят, так вот, а я вот это делаю, мне вообще нужна работа, то есть у меня будет случай, и мне кажется, тут важно понимать, то есть если вы входите в какое-то сообщество, где вот, допустим, да, вот возьмем там бег, допустим, я бы не стала на первой встрече, и не на второй, и не на третьей, говорить про то, что вам нужна работа, то есть нужно все-таки аккуратно входить, увидеть, как они общаются, кто между собой общается, хороший лайфхак, это подписаться, сказать, а вот классно там, а где про вас узнать, допустим, вы смотрите, часто есть имена фамилии, можно посмотреть их на линкдине, не обязательно сразу отправлять запрос, лучше подождать, то есть я, например, вот с плаванием мы стали говорить про работу, наверное, на десятую встречу, то есть вы показываете уважение, в первую очередь как бы людям по интересам, потому что люди все-таки в первую очередь идут бегать, и здесь, мне кажется, важно какой-то вот такой баланс держать, потому что, правда, они у меня такое встречаются, что некоторые, знаешь, вот как бы это too much, не чувствуют просто, знаешь, вот какую-то эту историю, поэтому вот конкретно про то, что вот сейчас мы говорим про там велосипеды и все остальное, что действительно какой-то просто держать, и людям тоже показать, что вы действительно хотите кататься на велосипедах, что вы не просто один раз пришли, так со всеми познакомили, все карточки раздали, не пришли, просто таких здесь, таких тоже много, к сожалению, людей, поэтому люди привыкли как бы немножко держать дистанцию, покажите, что вы действительно хотите этим заниматься, раз от раза приходите, что вы как бы, они видят ваши консистенции, мы тоже это проговаривали на первой встрече, вот слово консистенции, мне кажется, оно вот в американском контексте вообще одно из каких-то главных слов, то есть человек, который показывает, что он вовремя приходит, что он сказал, что он придет, и он приходит, про то, что он отвечает, не знаю, там на сообщения, что то, что он говорит, то он и делает, это, кстати, не всегда свойств жесткоговорящим, поэтому я делаю акцент на этом, но люди видят, что тебе можно доверять, и через это, как бы, это, мне кажется, у них какая-то правда часть такая менталитета, но через это доверие они готовы уже, как бы, сами им больше раскрывать, я не знаю, Аня, может быть, у тебя другой опыт, но вот у меня все пребывание, все, что связано вообще с надворком, все, я вижу, что это очень важная составляющая построения отношений. Сто процентов, с американцем только так, исключительно через какие-то долгосрочные связи, мы еще подробнее об этом поговорим, как устроивать долгосрочные отношения, вот мы уже начинаем на эту территорию сейчас заходить, но что касается моих знакомств, моего бега, я уже много раз это говорила, и буду говорить, что я бегала год, я каждый практически несколько раз в неделю бегала с ребятами год до того момента, как они начали понимать, что я свой, и начали меня куда-то звать, приглашать и так далее, а я просто бегала, ну потому что моя цель не была нетворк, моя цель была бег, я бегала, 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 а потом начала параллельно обрастать очень хорошими знакомствами, разными, и по бизнесу, и не по бизнесу, и вообще просто так, мама не мама, дети не дети, вообще любые, любые знакомства, но вот год стабильно я бегала, 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 и никому не приставала при этом, да. То есть продолжение через это к человеку, то есть Человек старается, хочет. То есть на самом деле оно, я бы даже сказала, что оно очень логичное, то есть всё, что мы с тобой говорим. То есть я понимаю американца, потому что правда люди такие, знаешь, некоторые такие загораются, а потом очень быстро исчезают. А зачем тратить время своё на выстраивание отношений с человеком, который здесь, то там. То есть мне кажется, в принципе, в этом много есть логики. И мне кажется, что даже если это станет в каком-то смысле таким внутренним ростом себя, потому что я, например, честно, человек не самый вот такой, то есть у меня как раз я такая, как сказать, я могу чем-то так загореть. То есть для меня как раз я сама в этом тренировалась, и я как бы я вижу до сих пор, я проникаюсь этим, и мне больше и больше это нравится. То есть это какие-то, знаешь, такое внутреннее раскрывание себя. Да, да. Слушай, я уже, знаешь, что ещё поняла про свои беговые группы, я никогда на них сверху, на людей не наскакивала. То есть я всегда была как таким серым кардиналом. Я приходила молча, в группу заходила, бегала, да, и там словом перемолвилась, там, да, но я могу просто бежать молча с группой людей, я просто могу целый день молчать вообще, целый час. Могу говорить, могу не говорить, да, и вот как-то вот я поняла, что я всегда с ними, но никогда на них вот так вот сразу не нападал, что давай-ка рассказывай мне про всю свою жизнь, что там у тебя случилось, да, я могу просто слушать, просто рядом бежать, слушать. Вот. Что я начала делать? Я начала фотографироваться с людьми и просто вот говорю, давайте мне для стравы фотки. И кто подписан на мою страву или на мой инстаграм, они знают, что у меня каждый день выходят фотки с бегунами, вот. И теперь они знают, такие, так, фотка, где Аня, где Аня там, что я у них уже там королева фотографии, и они теперь бегают, меня специально ищут, ждут меня. Допустим, они раньше прибежали, я, например, позже их прибежала, они меня ждут, чтобы сделать фотографию. То есть уже, понимаешь, вот паттерн вот этот вот в голове. Гениально, что ты про это сказала. Я очень хотела прямо на этом эфире это затронуть. Это один из главных лайфхаков делать фотографии с людьми. И это, причем, я вижу, что на самом деле я вижу людей, кто это использует, сама это постоянно использует. Ты делаешь, а можно фотографию на память? Может быть, все, не все. И ты говоришь, а давай я с тобой поделюсь. И вот дальше очень важно не через айфон передавать фотографии, потому что вы не запомните телефон человека. А ты говоришь, а можно я запишу твой телефон? Все, у тебя есть. А можно фамилию тоже? А то у меня много джейсек. Можешь еще фамилию написать? Все, у тебя есть имя, фамилия, у тебя есть контакт. Ты перебрасываешь фотографию. Hi, I'm Vera, we met there. Все, ребят, connection сделан. Ты отправил фотографию. Я просто ради примера там выкладывала на LinkedIn. Здесь была San Francisco Climate Week, и там был директор из департамента по энергетике. Там была панельная сессия. Я говорю, а можно мы вас с вами сфотографироваться. Я их всех вместе собрала. Сама встала в центр. Мы сфотографировались, выложила пост. Ну, он может быть, не знаю, может как бы в нашем контексте звучать иногда чересчур, но в плане того, что даже если это там профессионально, непрофессионально, это всегда хорошая история. Сделать фотографию, поделиться с другими. Люди даже иногда чаты бывают, просят, ой, сделай нам чат всех нас там, и давай мы тоже другими фотографиями поделимся. Очень хорошая история, потому что когда у тебя есть имя и фамилия, ты можешь посмотреть, а комплекты не посмотреть, а что за человек? И ты такой, ух ты, этот человек мне точно важен. Я хочу строить с этим человеком отношения. И ты можешь написать там, oh, I have seen your profile, допустим, там, а ты знаешь, а я тоже в этой индустрии, а может быть, мы можем там встретиться на кофе. Сейчас, может быть, я больше такие, как бы, может быть, про метапы говорю уже, возвращаясь к нашей бизнесе. Да, нас как раз, да, вот плавно переходим к тому всё-таки, как, как знакомиться и как подкатывать к людям, и уже вот фотография, это прям крутой хак. Ты уже сказала про комплименты, что-то выделить, какой-то комплимент. Также ты упомянула знакомиться в очереди за едой и спрашивать рекомендацию про еду. Вот давай эту тему теперь покроем. Знакомство, как подкатывать оффлайн к людям, очень интересно и очень такая триггерная тема, потому что это дико страшно. Одно дело онлайн подкатывать, подкатывать, ещё слово такое использую, да, знакомиться, подходить к людям, а другое дело смотреть в глаза. Слушай, ой, я здесь, знаешь, вспомнила историю. Я, это был, наверное, мой третий год или второй год в США. Да, второй год в США. Я получила оффер в криптопроекте. Это был 2017 год. И в Калифорнию я переехала, из Бостона в Калифорнию. И был тогда бум крипты. Помнишь, везде была вот эта крипта, 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 2017 год. И я тогда, меня босс отправил в Лас-Вегас на какую-то криптоконференцию крупную, забыла, как она называется. В общем, крупная. И как он мне сказал, Аня, твоя задача сейчас собирать контакты инвесторов. Что ты должна делать? Ты должна, вот стоит группа людей, митапы, и они разговаривают, например, да, два-три человек. Ты должна подойти и смотреть в глаза. И смотреть в глаза. Да, я помню, я умирала просто от стыда вообще в этот момент. Я поняла, что мне было просто дичайше, ужасно, неудобно, некомфортно. А он при этом, он это сделал очень профессионально. Он прям реально прям, знаешь, когда ты стоишь с кем-то разговариваешь, и кто-то рядом подходит. И ты как бы уже некомфортно, да, потому что кто-то рядом стоит, и вроде ты же не можешь его послать. И ты должен, наоборот, его вовлечь разговор, потому что вы на профессиональном ивенте. Это же не ваш личный какой-то семейный ужин, да, кто-то подошел. То есть как бы нормально, что к вам кто-то подошел, но вот он это делал так органично. Он очень хорошо натворчивался, он очень хорошо как раз привлекал инвесторов. Это вот был фаундер как раз проекта, и он мне тоже говорит, приходи, просто смотри в глаза. Очень хороший лайфхак. Это даже, знаете, наверняка многие слышали про NLP. Смотреть в глаза – это один из таких, на самом деле. Это мы показываем, что мы, ну, как бы мы доверяем этому человеку и при общении, и при всем. Даже говорят, знаешь, когда там кто-то мне рассказывал, что когда ты таможню проходишь, если ты не хочешь, чтобы тебя остановило, вот никогда не смотри на них. То есть на самом деле, когда есть high contact, это значит, что ты как бы, ты как бы уже, это следующий шаг, как бы начнется разговор. А, с таможней? Не, не хочу. Разговор с таможней. Да, в обе стороны работаю. То есть на самом деле, ты очень хочешь как бы начать разговор. У меня, правда, бывает, я даже еще подмигиваю, мне так тоже. Но это уже, но это уже high class. Да, да, вот это вот, я помню эту рекомендацию, я помню, что мне приходилось это делать, и это было для меня ужасно на тот момент. Вот сейчас я уже, вот как мы возвращаясь назад, практика. Первый раз ты просто, просто умираешь со стыда, второй раз умираешь со стыда, а потом как-то, ну окей, окей, да, уже и нормально становится, да. Плюс здесь я добавлю еще, все, что связано вот с инвестициями, с фаундерами, люди ожидают этого, то есть это норма, люди приходят туда именно для этого, поэтому это должно, ну как бы это важно понимать, что тут вот ты не отвлекаешь, ты не нарушаешь границ, а люди здесь для этой цели находятся, и поэтому, если ты себя не проявляешь, то ты теряешь сам, поэтому вот это ощущение внутри себя стоит поддерживать, не только связано с инвестициями, с фаундерами, я бы сказал, что в других индустриях тоже. Давай я расскажу, может быть, несколько моментов, которые я использую, просто ивенты очень разные, один из них тоже, tips и про инстаграм, это сейчас мы такие более легкие варианты, а потом перейдем уже, может быть, конкретно прям вот как подходить. Допустим, идет панельная дискуссия, я очень часто нахожу каждого спикера, у вас есть либо программка, либо прямо они на сцене, например, вы смотрите, когда они говорят, я нахожу каждого на LinkedIn и пишу ему сообщение, вот то, что мы с тобой разбирали на прошлом эфире, personalized invitation, я пишу, ты знаешь, такая классная дискуссия, очень рада познакомиться, там я не знаю, ты вообще ничего не просишь, ты просто говоришь, что ты был на этом мероприятии и ты отправляешь это всем, потому что люди гораздо легче на это реагируют. Даже если вам не нужно с этим человеком познакомиться, вы уже свое время потратили, вы приехали, вы там, не знаю, заплатили за билет, вы уже здесь находитесь, вы на это потратите 15 минут, но это ваша копилка, это ваша social capital, как называется. Второе, сделать фотографию или видео и выложить в Instagram, найти каждого в Instagram и отметить. Пример расскажу, я была на мероприятии в Лос-Анджелесе, Пэрис Хилтон, а там сестра Цукерберг, ее зовут Рэнди Цукерберг, она была с ЕМО в его компании долго, сейчас у нее много своих проектов, она интервьюровала Пэрис Хилтон. Я выложила, отметила их двоих, Рэнди потом сделала share пост у нее, потому что, ребят, что я вижу, даже самых крутых спикеров это делают единицы, из-за того, что здесь Instagram не так много им как бы, то есть здесь не очень многие, у нас все-таки, знаете, ты сидишь там в ресторане, люди сразу все отфоткали, выложили, отметили, все, мы дальше продолжаем обедать. Здесь скорее это исключение, и я очень часто вижу, что была классная дискуссия или классное мероприятие, классный какой-то разговор, у этого человека, спикера, здесь еще не всегда есть фотографы на мероприятиях, и у этого человека нет ни одной фотки с мероприятия, потому что часто они пришли одни, они выступили, у них нет никого в зале, здесь не очень принято попросить кого-то отснять, поэтому то, что ты его выложил, отметил, ты ему еще приятное сделал, что ребят, смотрите, я выступил на этом мероприятии, у него есть кого сделать фотографию. Я, например, даже иногда делаю, кто-то, например, пич фаундеров, я делала на демо дне Alchemist, такой есть достаточно популярный акселератор, я каждого отмечала, фаундера находила в LinkedIn, говорю, слушай, классный пич, вот фотка с тобой из зала, потому что они многие онлайн презентовали, я думаю, а как бы, может быть, им прям хотелось бы фотографии, где все сидят и смотрят, а человек там находится где-то там, я не знаю, в Латинской Америке, а у него есть фотография, он говорит, ой, спасибо огромное, что ты сделала, мне так приятно, то есть на самом деле вот так фотографировать и просто мы ничего не просим взамен, но просто сделать, здесь они всегда говорят, сделай шаг вперед навстречу своим новым отношениям и дружбе, это всегда такой хороший шаг вперед. Вспомнила еще одну историю про фотки, и я поняла, что я это сделала абсолютно бессознательно, у нас был забег недавно, и там мне нравится один парень, и вот мы все бегали, у нас был релей, и я решила, думаю, дай-ка я его сфоткаю, я специально, когда он бегал, я его отфоткала и скинула ему в личку, как раз по причине того, что я бы хотела, чтобы у нас завязался диалог. Прикинь, я это вот, ты мне сейчас об этом сказала, как хак по бизнесу, а я поняла, что я точно так же сделала не по бизнесу. Ничего, да, ничего же я к нему не подошла, сказала, давай пойдем на дейтинг, да? Я просто ему сказала, слушай, вот я знаю, что ты бегаешь, у тебя хочется, наверное, в истории твой забег, чтобы ты сохранил, вот на тебе твои фотографии. Он теперь каждый раз ко мне такой, увидит меня такой, привет, привет, знаешь. Самому людям приятно, когда их, то есть многие говорят, там надо спрашивать разрешение, я не знаю, как правильно, это прям есть такая сфера, называется digital etiquette, то есть настолько это все из того, что достаточно все равно новое, то есть нет четких правил, но мне кажется, людям всегда приятно, когда их сфотографировали, о них подумали. Каждый знает, что это все равно твое микроусилие, человеку приятно, что ты проявил внимание. Но это таких, мне кажется, просто из типсов, это даже интроверту, мне кажется, что ты здесь ни одного слова не произносишь, на расстоянии, это все онлайн общение, но при этом ты находишься в плане. И мы переходим, вот сейчас, собственно, как подойти. Что я обычно советую делать? Я советую, во-первых, всегда подходить, потому что, допустим, это мероприятие, и здесь важно не быть слишком долго, слишком мало. Знаете, есть люди, которые приходят и надворкаются прямо вот до самого конца, знаете, вот прям я последним отсюда иду. Всегда я всем говорю, нет, надо вовремя уходить. Уходите за полчаса, за час до окончания мероприятия. Не нужно стоять до конца, как бы нужно во всем меру иметь. Почему? Почему? Есть немножко такое ощущение, что, как сказать, знаете, когда это как бы на подсознании такое, но на самом деле оно, мне кажется, вот я общаюсь, иногда это чувствуется, знаете, когда человек, тут есть люди, кто на все мероприятия, вот люди говорят, а когда он работает? То есть, когда есть такой момент, какой-то баланс, мне кажется, соблюдать, что ты, что у тебя тоже есть дела и какие-то задачи, что ты не то, что там, знаешь, как бы вот. И плюс, всегда, когда на какое мероприятие ты пришел, обычно с кем тебе стоит познакомиться, таких 5-10 процентов, тебе не нужно знакомиться с 100-100 процентами людей. Знакомься с теми, со временем оно приходит, это понимание, с кем нужно кому подойти, но нужно тренироваться в этом. Что я обычно советую? Идите к самым сильным, успешным людям. Это те, кто выступали, это организаторы. Организаторы обычно много людей знают, и к организаторам можно подойти. Обычно вокруг них всегда образуется какое-то количество людей, всегда можно сказать комплимент, классное мероприятие. А как узнать о следующем мероприятии? Я хочу подписаться. А какие соцсети? А можно я на тебя подпишусь? С организатором потом. Всегда можно выйти на кофе, кстати. Спикеры все-таки это люди, кто, значит, чего-то достигли, и к ним тоже можно подойти и сказать, слушай, классно ты выступил, а где можно еще почитать или посмотреть? А там вот ты вот это, классно что-то тебе дать, показать, что ты действительно в этом разговоре присутствовал. Мне вот эта мысль твоя очень понравилась, а как ты к ней пришел? Может быть, а что, может быть, кто еще про это говорит? Кого бы ты там посоветовал подписаться? А где я могу больше про это прочитать? Потом отдельно всегда тоже можно спикеру предложить отдельно встретиться. Когда у нас короткое время, мы можем говорить про то, что там, ты знаешь, И дальше сказать, что можно, я вот хотела бы еще совета, может быть, мы можем отдельно созвониться. Когда мы знаем, что у нас только пять минут с этим человеком, можно сказать. Мы уже не трогаем бег, мы как бы уже, это уже у нас бизнес, да, мероприятие. Часто, может быть, это такое уже как бы следующая ступенька. Я всегда советую смотреть, кто главный в комнате. Вот у нас есть комната, вот в комнате 20 человек. Как мы можем понять, кто главный в этой комнате? Если, допустим, мы никого не знаем. Если мы кого-то знаем, мы можем спросить, а кто есть кто? А можешь мне, я вот слушаю, там, ты с кем-то, допустим, пришла, я никого не знаю, а кто есть кто? Человек тебе может нашептать. Всегда надо попросить помощи. Это всегда лучше. Если ты один в комнате, никого не знаешь, как определить, кто главный в комнате? Ну или главный Е, может быть, это не один человек, а не несколько. Мы это видим как раз по глазам. То есть на самом деле вот стоит, общается семь человек. Вот если мы видим, что мы на самом деле у своих боссов как бы часто одобрение ищем в глазах как бы другого. То есть на самом деле у меня было такое, случайно попало за стол, за ужин. И я поняла, что вот, видимо, этот человек является боссом, потому что как бы у него спрашивали одобрение. И как бы мы в разговоре это чувствуем. Пришел наш любимый год. Приветствовал. Соскучилась, да, соскучилась. Хвостик. Главный, видишь, кто главный. Да, что главный босс пришел. По глазам видно. Вижу по глазам. Этот человек, то есть мы смотрим, что другие хотят с ним пообщаться. Часто главные на самом деле молчат, они говорят. И значит, что вам желательно посмотреть и подойти. И вообще люди, у которых все хорошо, на самом деле, они меньше всего натворкаются. Если вы видите, что кто-то стоит, там часто, не знаю, там с женой, например, там пришел человек или еще что-то. Они наслаждаются едой. Или ты видишь какая-то компания, там, у меня так здесь очень часто бывают взрослых мужчин, а им просто классно вместе. Я именно к таким и иду, потому что у них все хорошо. Обычно у людей, у которых все хорошо, именно с ними и нужно знакомиться. Ну, нужно вложить кота. Прямо про нетворкинг, да? Да, точно. Как договориться с котом каждый раз, знаешь, потому что не выгонишь, но надо методами магии поглаживаний сказать, что все хорошо. Все, кот успокоится. Все равно. Дальше самое сложное, собственно, а как вот к таким подойти? Потому что самое сложное, мне говорят, Вера, я к этому человеку не могу подойти. Я говорю, нет, мы здесь. Когда ты понял, кому нужно подойти, обычно это самые сложные люди, к кому подойти. Или еще вокруг них много стоит людей. И у меня есть такая фраза, которая, на самом деле, очень нейтральная. Мы подходим и говорим, То есть ты говоришь, что, ребята, у вас тут такой классный кружок, можно я с вами тоже хочу здесь быть? У вас тут прям такая энергия, прям бьет ключом, я хочу с вами быть. Или сидят, допустим, не знаю, вот четыре человека, у них какой-то свой там такой междусобочек, и вот они что-то там обсуждают живо. Вы можете подойти, не знаю, 30 секунд просто постоять рядом и сказать, То есть ты можешь подчеркнуть, что, ребята, у вас тут так классно, вы тут смеетесь, а все такие серьезные, я хочу с вами рядом тоже посмеяться. Можно я с вами посмеюсь? То есть ты находишь, как бы ты нежно входишь, аккуратно поглажу. На самом деле, ну, наверное, пару раз у меня было такое, что, ну, это пару раз, наверное, из трех тысяч кейсов, наверное, было такое, что люди говорили, что, типа, may we just finish, да, то есть я чувствую, что у них там, знаешь, какие-то прям реально супер... Свой бизнес, да, какой-то, да? Ага. Реально было раза три, наверное, я думаю, ну, за огромное количество кейсов, потому что если они сидят на мероприятии, они же не сидят в кабинке ресторана, закрытой дверью, то есть ты на мероприятии, они часть, как бы, этого действия, значит, ну, как бы, по идее, они открыты, и, скорее всего, они там сели, потому что они кого-то встретили или еще что-то, но на самом деле оказаться среди них, как бы, это хорошая история, то есть, потому что ваше время тоже ограничено, у вас, допустим, есть там, если это, например, серия панельных сессий, у вас вообще есть там обычно даже полминуты, если это какой-то митап, например, то потом все равно у вас ограничено время на творог, вы не можете со всеми познакомить и выбирайте самых сильных в этой комнате, как бы свое время просто тоже очень важно адресовать, может быть, это сложно, если человек совсем, например, да, вот, допустим, вообще ни разу, можно, конечно, можно проще, можно как-то вот просто кто, не знаю, там рядом стоит или еще что-то, или тоже, например, еще знакомство, так тоже, конечно же, можно, то есть это скорее мой, знаешь, как бы... Да, вот какой-то высший пилотаж, я уже просто сижу, слушаю и вижу людей, которые говорят, да, блин, пошли вы в задницу, да, надо находить самых лучших, там только спикеров главных в комнате, и еще и пойти, говоришь, что у них крутой вайб, думаю, все такие, да, ну, выключаю эпизод, не буду больше слушать, слишком сложно. Я просто думаю, что если немножко спустить, да, вот этот градус и вот эту значимость, вы можете начинать тренироваться с не самых важных людей, да, если у вас совсем трудность подойти первому, потому что вы боитесь, я не знаю, быть навязчивым, получить отказ и так далее, выбирайте какого-нибудь менее привлекательного гостя, которому явно никто не подойдет, и просто-просто тренируйтесь, да, вот тренируйтесь вот это, вот подойти, просто подойти и сделать комплимент и заговорить. Возьми две бутылочки воды, зная, что одну бутылочку ты предложишь другому человеку. Do you want some water? I just brought someone else. Возьми что-то, меня, например, часто у меня есть прям вот, я прям поделюсь, вот у меня есть косметичка, которую я всегда с собой ношу, и 15 карамелек лежит. И я всегда раздаю, то есть я кого-то слушаю, сижу, и я такая, хочу конфетку, и вот у меня 15 конфет, то есть это, я правда просто сама люблю эти конфеты, я тоже хочу, я все время, знаешь, я немножко переживаю, что люди это могут звучать, знаешь, я такой как-то прагматик, который нет, я просто делюсь конфетами, но это тоже можно, ты можешь продолжить этот разговор. Или типа, а ты же знаешь уже, типа, я вот этого, а как его зовут? Потому что иногда я не могу, например, там, мне не знаю, ссылка не открывается, интернет не работает, иногда организаторы забывают, то есть там, или я там опоздала на мероприятии и не понимаю, кто, вот двое человек сидят, разговаривают, никого не знаю. Ти него они, типа, а потом да-да-да, вот это вот этот человек, и ты продолжаешь разговор, то есть ты органично входишь в этот разговор просто с человеком, который рядом, но это важно научиться, наверное, потому что наша вся встреча с тобой это посвящена. Я бы сказала, что это навык, его можно отработать, я конкретно с этим тоже помогаю, как начать, то есть сделать первый шаг, это наша личная ответственность, это на нас, потому что некоторые мне тоже люди говорят, ну, если им надо, они сами начнут разговор. Вот мне кажется, это самая максимальная вообще ловушка, какая только может быть. Человек не знает, что ему нужно, во-первых, во-вторых, он же не знает, кто ты и что ты, как бы там, у него свои мысли, у него, может быть, какие-то свои цели, почему он здесь, или еще что-то, но вот научиться потренировать в себе навык, начать первым разговор, я считаю, что это очень важный навык. Это вообще важный навык в жизни, потому что столько всего в нашей жизни происходит, и просто легко подходить к людям, начинать первым разговор, это помогает во очень многих жизненных ситуациях. Мне кажется, просто во всех сферах жизни, которые у нас есть, это всегда помогает, и с каждым разом ты, правда, меньше стрессуешь, так как это навык. Ты больше тренируешься, у тебя меньше страха, ты увереннее себя в этом чувствуешь, и это как бы более органично, скажем так, происходит, потому что я вижу, что для некоторых людей, как бы, может быть, там, первые 5, 10, 15, 20 раз как-то, может быть, ты чувствуешь, что нет, что-то не то, а потом оно само просто начинает просто как часть тебя становиться. Да, это скилл такой, который можно приобрести, в отличие, там, я не знаю, от чего-то еще, да, хотя я не знаю, что можно не приобрести, да, мне кажется, любой скилл можно так или иначе развить, и точно можно развить скилл нетворкинга, и вот подходить первыми. Мне очень понравилось, я сразу себе в голове провела аналогию про поиск работы, так как я этим очень много и плотно занимаюсь, есть категория людей, которые говорят, я не буду показывать, что я open to work, например, ставить зеленый бейдж, или я не буду говорить и заявлять, писать на LinkedIn пост, что я ищу работу, потому что я хороший специалист, меня и так должны заметить, и ко мне должны прийти. Кто-то, возможно, заметит, но есть гигантское количество людей, которые этого не заметят, то есть с таким подходом вы просто очень сильно себя ограничиваете от потенциальных возможностей, поэтому никто, кроме вас, не знает, что вам нужна работа, что вам нужно это знакомство, что у вас есть какая-то услуга, которую вы готовы продавать. Вот что я делаю, тоже сама с собой часто борюсь, продавать свои услуги. Я думаю, да блин, да что же я 10 раз одно и то же всегда говорю, что у меня есть там консультации, коучинг, я делаю то-то, да, а потом я понимаю, что вот это вот как каждый раз напоминать. Это есть, это есть. Я знаю, что кто-то знает, а есть куча людей, которые не знают. И вот постоянно первый шаг – говорить, предлагать, рассказывать. То же самое. Ищите работу, ходите, предлагайте, спрашивайте, пишите на LinkedIn, ставьте зеленый бейджик, потому что, если вы этого не делаете, вы теряете огромное количество возможностей. Люди, которые не догадаются. А таких будет очень много. Полностью с тобой согласна. И это нужно воспринимать, что это просто тоже часть, как у Шварценгера вышла книга, и у него говорит «sale, sale, sales». Там целая статья, с ним тоже подкаст слушала. Он говорит, мы всегда в нашей жизни продаем, мы главные продавцы себя. Все, что есть в жизни, это продажи. И мы просто касаемся. И это нормально, что люди тебя услышат с десятого раза. Есть такой вот проект «Школа шоппинга». И вот мы говорили с основательницей, она говорит, Вер, год проходит у нас по статистике. То есть мы пишем, мы рассказываем, и через год человек покупает. И это я знаю у многих B2C продуктов, такая история. Просто, ну, может быть, это как бы слишком утрированная аналогия, но это нормально, что человек понял, о чём мы ему хотели сказать с десятого раза. Это часть, мне кажется, уже нашего настоящего, потому что очень много шума информационного. Наше внимание у всех сейчас очень рассеянное внимание. И не нужно ожидать, что кто-то вот прям погрузился, понял с первого раза. То есть это правда должно быть. Мы должны просто сами, как бы мы ответственны за нашу жизнь. Это часть нашей просто ответственности. Научиться про нас себя презентовать, рассказывать, развивать сарафанное радио очень много. А это как раз и есть. То есть сказать, что, слушай, да, вот я ищу работу. И ещё раз написать там, слушай, а я там знаю, что вот, может быть, там как-то поменялась ситуация. То есть написать через какое-то время, ещё раз об этом сказать, совершенно нормально. Это тоже часть консистенции. Просто хочу напомнить, что здесь это считается, мы тоже про это говорили на первом эфире, то, что ты напоминаешь про себя, возвращаешься, это часть твоего консистенции. И здесь это воспринимается как положительная черта характера. То есть ты показываешь, что ты помнишь про этого человека, ты возвращаешься, ты думаешь про него. И то, что ты возвращаешься, ты доверяешь этому человеку. Ты говоришь, слушай, я сейчас слабый, мне нужна помощь. Это считается, просто это совершенно, мне кажется, противоположность нашего менталитета. В Америке это считается хорошо. Это значит, что ты классный. То, что ты возвращаешься, то, что ты делаешься, как они говорят, волнабл. Так что многие люди знают, как сложно быть уязвимым. И в уязвимости ты проявляешься, это большой плюс тебе. Давай поговорим про стратегический вообще нетворкинг, про долгосрочный. Мы уже коснулись этой темы, но, тем не менее, вот прям хочется прям закрепить. Да, вот есть разные ситуации. Вообще в идеале. В идеале, конечно, хорошо строить нетворкинг всю жизнь, потому что никогда не знаешь, когда это выстрелит. Но иногда бывают случаи, когда нужно прям здесь и сейчас. Поэтому я бы хотела немножко эти две темы разделить и поговорить про долгосрочный нетворкинг. Как мы с тобой уже коснулись, например, ты идёшь в беговые группы, ты бегаешь с человеком, ты ему не говоришь сразу, что ты ищешь работу. Но, например, через какое-то время ты узнаёшь, что он работает в крупной корпорации, или он фаундер стартапа, или он инвестор. И, собственно, у вас так строятся какие-то бизнес-отношения. Расскажи, может быть, что-то ещё, как вообще подходить к этому долгосрочному нетворкингу. Как, например, если я только планирую переезжать в США, как я могу этим заняться? Как долго уделять этому внимание и так далее? Очень важный вопрос, Ань. Прям, мне кажется, это прям, знаете, я считаю, что это прям всем нужно это держать в голове, потому что я очень часто вижу, очень много людей знакомиться и не поддерживать эти отношения. И я говорю, ребят, что вы познакомились, это очень маленькая часть вообще, как бы вы же не знакомитесь ради знакомства. То есть, а зачем нам это нужно? Это просто вы время потратили. Поэтому очень важно, мне кажется, это держать в голове. Я сначала поделюсь, как я это делаю, и как бы, может быть, какие-то обобщения бы сделала. Когда мы познакомились с человеком, я, например, делаю скриншот контакта, потому что по скриншотам я помню, в каких местах мы знакомились. Я стараюсь сразу написать этому человеку. Там, допустим, там, давай я там можно напишу, что вот мы с тобой там пиво обсуждали. Я там могу, не знаю, может же пиво, например, написать. Но я вечером или утром должна быть привычка сделать фоллоуапы. Фоллоуап ключевое после любого мероприятия. Фоллоуап организатору можно написать, даже если вы не успели к нему подойти. Можно сказать, Инесса, that was so wonderful. I met such great people. I would love to keep in touch. Всё, у вас есть вот этот connection. И дальше в зависимости от целей. То есть, допустим, мы берём поиск работы. Можно написать сообщение, что сейчас мы говорим про, если ты был на бизнес-мероприятии. Мы говорим, то есть можно написать, что ты знаешь, я вот сейчас в таком transition period. I need your advice. You have such a great background. Can we have one-on-one? Can I have a coffee for 30 minutes? То есть мы говорим, что можно на 30 минут встретиться, так как мне нужен твой совет, мне нужен твой feedback. Я бы хотела бы, вот как ты рос в твоём профессиональном, в твоей карьере, допустим, ещё что-то. То есть ты можешь это написать на следующий день. Если ты просто поздоровался, ты можешь написать и через неделю, но желательно не больше, чем неделя, потому что люди всё равно забывают. Ты можешь подсветить что-то из ленты этого человека, сказать, слушай, мне так понравился твой вот этот пост. То есть можно прям пролайкать, написать какие-то meaningful, какие-то комментарии написать, подумать и написать. Не чат GPT, видно, что робот написал, а самому их написать и сказать, слушай, мне вот нравится, как ты думаешь, о чём ты пишешь, например. И какую-то мысль дать, не просто абстрактно сказать. И я бы хотела на эту тему с тобой поговорить. Тоже можно так сделать. И дальше, может быть, это... Я всегда говорю, лучше всегда предлагать встречу живьём, потому что когда человек с тобой встречается лично, он тебя не забудет. Когда он встречается с тобой в зуме, он может тебя забрать. Поэтому всегда первое, предлагаю всегда лично предлагать встречу. Если человек не может, то говорить, ну, давай, там, может быть, зум, или там человек улетел уже, или в другом городе, там, а давай по зуму встретимся. То есть всегда классно вытаскивать на встречу, на звонок. Иногда бывает, что ты конкретно, вот ты понимаешь, что человек вообще никак не связан. То есть он тебе никак, в принципе, вообще даже теоретически не может помочь, хотя такое очень редко бывает. Обычно все могут как-то помочь. Но, допустим, да, там ты можешь поздравлять с днём рождения. LinkedIn показывает дни рождения, Telegram показывает дни рождения, Facebook показывает дни рождения. Поэтому чем больше платформах вы делаете connections, тем лучше, на самом деле. Вы можете добавиться с человеком и на Facebook, и на LinkedIn. Сказать, ты знаешь, у меня там Facebook более личный, давай там тоже будем общаться. То есть это нормально, когда вы на нескольких платформах делаете connection. Второе, ты можешь делиться чем-то. Слушай, а я иду на это мероприятие, мы с тобой туда ходили, пойдём вместе. Ты даёшь какую-то полезную информацию. Ты готовила пирожки, тебе понравился подкаст. Ты такой, а, мне вот этим ребятами ещё знакомятся, я им скину подкаст. Слушай, этот подкаст послушал. То есть это и называется Meaningful Follow-ups. То есть мы поддерживаем наше общение. В моём конкретном случае там я делаю здесь часто мероприятия, делаю ужины, я туда зову разных людей. Я работаю сейчас, меня поздравили, меня взяли на борт невероятно классного музея графического дизайна здесь в Сан-Франциско. Мы делаем такие бранчи на 10-12 человек, куда я тоже зову и инвесторов, и людей, просто людей, вот кто мне нравится. Я, например, людей, кто вот я, допустим, хочу ближе познакомиться. У меня есть там кто-то незнакомый, или я, вот мы 3 минуты пообщались, но мне понравился человек. Я их зову, например, на мероприятие. Я говорю, а вот я делаю ивент, приходи, там будут другие классные люди, и вообще с инкостранством очень классно. У меня тоже люди очень хорошо на это реагируют. Я даже более того скажу, это может быть мы здесь такие, как бы high-low level, да, с тобой общаемся. Я более того скажу, просто у меня тоже были на консультациях, там человек живёт, там в не очень большом городе. Я говорю, сделай своё мероприятие. Сделай свой завтрак в кафе, или там, если ты не боишься, просто некоторые дни хотят домой звать. Сделай у себя дома, сделай в парке, сделай пикник, сделай барбекю. Сделай своё мероприятие. Пусть это будет твой вызов года. Ни разу не делай мероприятие. Вот. Пусть у тебя будет вызов самому себе 2024. Я сделаю мероприятие сам. И сделаешь барбекю, позови всех людей, с кем бы ты хотел продолжить общение. Это очень хорошее... Когда ты зовёшь на своё мероприятие, ты проявляешь доверие, что ты понравился этому человеку. Ты всё-таки зовёшь кто-то, кто тебе лично отвлекается. На самом деле, то, как мы чувствуем, оно очень, мне кажется, правильное, какой-то такой компас внутренний. Это значит, что ты подбираешь людей как себя. Обычно комьюнити так и строится, что мы подбираем себе подобно, с кем нам хорошо. Скорее всего, этим людям будет друг с другом хорошо. И это очень важно тоже держать в голове. И это нормально, что ты кого-то не знаешь. В Америке это совершенно нормально звать людей, если человек... Потому что у меня такие тоже есть возражения, что как-то я позову человека, он же мне не знает. Это совершенно нормально. В Америке это, я бы сказала, даже принято. Это, мне кажется, тоже совершенно как раз важно держать, что это просто разница менталитета. Это не с тобой что-то не так, что ты так думаешь. Это просто твой менталитет в тебе так говорит, что это совершенно нормально. Я всегда стараюсь звать не 100% незнакомых людей, а я стараюсь делать так, что это 50-60-70% людей, которых я знаю, и 30-40-20% людей, которых я прям вот не знаю. И чтобы эти люди... То есть не звать, например, у тебя 5 есть прям близких друзей, и одного незнакомого человека ты позвал. Понятно, что этот человек будет себя очень комфортно себя чувствовать. То есть это какой-то такой правильный, какая-то динаминка у группы, группы в горове держать. Это нормально, что люди отказывают в последний момент, что они говорят, нет, это нормально, ты запланировал одно мероприятие, тебе, скорее всего, я даю вам гарантию, что вам понравится это мероприятие. И потом ты делаешь другое мероприятие, а потом человек... То есть он, может быть, не на второе, не на третье, на четвертое придет. Но если ты позвал человека четыре раза на мероприятие, и человек не смог прийти, сказать, а давай, слушай, а давай просто созвонимся. Тебе будет намного комфортнее созваниваться, потому что ты сделал четыре шага вперед. Ты проявился как бы этому миру, этому человеку, и ты сам будешь, тебе комфортнее будет созвониться с этим человеком и рассказать, например, свою ситуацию. Слушай, а я вот сейчас, вот не знаю, как мне лучше, не знаю, вот в эту компанию или в эту, вдруг у тебя там кто-то есть, мне вот очень важно. Очень часто такое бывает. А, слушай, ты хочешь в эту компанию? У меня там знакомая работает. Очень часто так происходит. Но мне кажется, вот такое проявление себя, оно очень важно. Слушай, супер. Очень-очень прям круто. Хотела бы, знаешь, что здесь еще добавить или вопрос задать про волонтерство. Потому что я знаю, что американцы очень любят волонтерство, и волонтерство – это тоже такая хорошая возможность построить длительные отношения, когда ты в каком-то комьюнити, ты не сразу туда запрыгиваешь, опять же, со своей потребностью и решить мою проблему, а ты предлагаешь помощь, поволонтеришь, и потом у вас тоже завязываются какие-то отношения с группой людей. Расскажи, пожалуйста, как волонтерство также влияет на нетворкинг? Это очень хорошая, очень важная история. Я знаю, что у тебя был подкаст с Катей, Career Path Institute. Да, Катеевой, да, тоже приложу тогда обязательно. Посмотрите. Потому что это как раз она помогает, она сопровождает в этом. Это очень важная история. Это очень хороший вход в комьюнити, в сообщество. Плюс ты часто сам учишься многому через волонтерство. Я сама волонтер тоже. И это ты и учишься, у тебя совершенно другой уровень уже взаимодействия. И это на самом деле такой вход. То есть даже когда вот мы говорили там про организаторов, например, тебе понравилось это мероприятие, ты можешь говорить, что я хотел бы на следующем мероприятии там помочь, например, там подготовить это мероприятие. Я могу пораньше прийти. Люди очень хорошо на это всегда реагируют. Плюс ты всегда через организатора ты узнаешь, кто есть кто или еще что-то. Когда у тебя есть время один на один с организатором, ты можешь больше и рассказать про себя. То есть это всегда, я считаю, что это одна из лучших инвестиций нашего времени. Неважно в каком возрасте, в какой позиции. Я знаю, что очень многие senior people волонтерят. То есть это совершенно не означает, что с тобой что-то не так, вот как это open to work. Я знаю, что тоже в русскоговорящем менталитете если ты волонтер, то с тобой там что-то не так. Наоборот, здесь это считается как твоя сильная сторона. Люди очень любят это на LinkedIn. Более того, очень много нон-профитс, они проводят мероприятия, можно прийти туда. То есть можно прям даже смотреть мероприятия нон-профитс. И почти все, что вот я проговаривала, например, какой-то вот, по-моему, мне очень понравился какой-то клуб бизнесовый, а там, я не знаю, там может, потому что здесь бывают ценники, и там 10-100 тысяч долларов с твоего членства. Вы можете сказать, мне так нравится то, что вы делаете, я бы очень хотела помогать вам развивать это комьюнити. Там, я не знаю, я готов, не готов, там, не готов, там может быть, финансово вкладываться, но у меня есть время, мне очень нравится ваша миссия, у меня там тоже, я хотела бы этим быть. И на самом деле, у вас не будет вашего личного членства, но вы будете волонтером, у вас точно так же все будут connections и все у людей. То есть на самом деле, это всегда, у меня есть люди и много людей, и сама я так делала. Когда я хотела попасть на какое-то мероприятие, очень дорогой билет, ты можешь вызваться на это мероприятие волонтером, волонтеры имеют все то же самое, что и участники в большинстве случаев, иногда даже и больше. Бесплатно еще и обеды. И ты как-то ходишь, ты знакомишься, очень много среди волонтеров, очень классных людей, то есть это совершенно не значит, многие, мне кажется, часто там в нашей главе, что это там студент, знаешь, там волонтер, то есть здесь совершенно не так, и это очень хороший вход, я считаю, что это обязательно нужно использовать. даже если на самом деле даже люди, кто не ищут работу, это все равно очень хорошее, но мне кажется, это даже для самого себя очень важная история, но и просто для развития тоже своего нетворка, мне кажется, это как некий там 5-10 процентов твоего времени инвестировать, я считаю, что это очень здорово. 100 процентов, да, и можно выбирать волонтерские мероприятия вообще на любой вкус и цвет, я лично всегда волонтерю, ну, естественно, на беговых мероприятиях, я амбассадор крупнейшего забега в Техасе на 10 километров, и, кстати, я буду второй год, то есть у меня, да, продлевается контракт мой, я продолжаю в этом году сезоне, беговой сезон у нас начинается с осени по конец весны, лето у нас, наоборот, межсезонье, это для тех, кто живет не в Техасе, возможно, будет сюрпризом, у нас лето очень жаркое, у нас ничего нету летом, вот, поэтому в этом сезоне школьном, да, можно так сказать, я тоже амбассадор, в мои амбассадорские обязательства входит волонтерство в том числе, я обязана волонтерить на нескольких мероприятиях, обязана бегать и присутствовать в качестве вот в майке ходить, и за это мне дают тоже очень много бесплатных всяких штук, и еще я волонтер на местных продукт-кэмпах, продуктовые мероприятия, продукт-кэмп, он, мне кажется, по всему миру, вот у нас тоже в Остине есть сообщество, тоже проводят разные мероприятия, я также была на продукт-кэмпах и в Бостоне, и в Калифорнии волонтерила, то есть где бы я ни ездила, я всегда думаю, обязательно надо пойти на продукт-кэмп и там же поволонтерить, тоже просто ради себя, чтобы немножко перезагрузить свой мозг, познакомиться с разными интересными людьми, в общем, очень интересные возможности, что любите, туда идите. Причем это я хочу даже сказать, что это не обязательно, просто я знаю, что кто-то, кто хочет переезжать в Америку, на самом деле, во-первых, вы это можете делать и онлайн, потому что часто нужна поддержка там с текстами, с пиаром, там написать или еще что-то там, поддержать там, контент с контентом, помощь, на самом деле, всегда всем нужна помощь, это первое, а второе, вы можете волонтерить в городе, где вы находитесь, то есть мероприятия где-то в вашей округе и там, может быть, в Европе это не так принято, как в Америке, но больше принято, чем в СНГ странах и там тоже можно говорить, что даже если у них нет такой практики, то, что вы вызоветесь и предложите, это тоже очень хорошая история. Правда, ты права, это и с одной стороны перезагрузка, ты чувствуешь себя нужным, ты не теряешь свои профессиональные навыки, а часто обучаешься чему-то новым, это гораздо по-другому, вообще с другой точки зрения видишь на разные процессы и я считаю, что это очень здорово. Вот я, да, еще раз порекламирую интервью с Катей Хатеевой, обязательно приложу линк, посмотрите это видео, потому что, мне кажется, оно какое-то недооцененное, просто потому, что это про волонтерство, я так понимаю, что не всем понятно вообще, что такое волонтерство в США, там мы с Катей обсуждаем не сколько даже нетворкинг, а сколько возможностей получить свой первый опыт в США. Если вы только переезжаете в США, если у вас нету местного опыта, вам сложно найти работу, вам нужно что-то написать, свое резюме, волонтерство – это просто идеальный способ для вас оставаться востребованным, поддерживать свои скиллы, приобретать новые скиллы. Если у вас, например, пока нету визы рабочей, вы тоже не можете работать, но вы не хотите просто просиживать свое время, и вам потом все равно это надо будет написать в резюме, вам нужно будет закрыть этот career gap, этот пробел, что вы делаете. И для американских рекрутеров и работодателей намного лучше, если вы покажете, что вы в этот момент волонтерили, нежели чем вы ничего не делали и ничего не скажете. Поэтому прям волонтерство, я считаю, что эпизод очень крутой, недооценен, просто, мне кажется, вот такого недостатка понимания того, насколько это вообще важно в американской культуре волонтерить. Куча бенефитов, я вижу нетворкинг и опыт, и какие-то новые скиллы, и карьерные возможности, не чувствовать себя ненужным, времяпровождение, друзья, вообще, просто win-win, если у вас нет возможности работать, то супер. Сто процентов. И я сама могу тоже поделиться своим опытом, я волонтер во фонде Big Brothers Big Sisters, старшие братья, старшие сестры, это где дети из детских домов, и они долго взаимодействуют, и ты становишься как старшим братом старшей сестрой. Я могу сказать, что это для меня дало гораздо больше, чем я сама предполагала. То есть у меня какой-то был такой позыв внутреннее сердце и интуиция, меня в это звала, но когда это реально наше общение и дружба сложились, я поняла, что у меня просто мир с другой стороны открылся, это мне дало огромное понимание вообще и себя, и других, и другой точки зрения, и ценности моей жизни вообще. То есть на самом деле я это слушаю очень от многих, кто волонтерят, что это гораздо больше, чем даже ты сам изначально про это думаешь. Поэтому это правда, это на самом деле инвестиция в себя в первую очередь, не только в то, что кому-то помогаешь, а ты сам через это очень многое получаешь. Будем заниматься популяризацией, волонтерством среди русскоязычного комьюнити. хорошо. Слушай, мы обсудили очень много возможностей и мест для нетворка, метапы, профессиональные сообщества, спортивные. Есть две вещи, которые сейчас я вспомнила, какие-то альтернативные места для бизнес-нетворкинга, и у меня был эпизод, его записывал не я, я в этот момент бегала, что ли, у меня был какой-то марафон, иногда бывает, что я не могу выходить в прямой эфир, из-за меня выходят мои друзья. И там выходил Маша Подоляк и Андрей Микитюк, и они рассказывали нетворкинг в двух интересных местах, это церковь и бар. Я приложу обязательно ссылку на этот эпизод. Маша Подоляк очень как бы рекомендовала церковь, потому что да, церковь, американцы очень любят церковь, и многим, наверное, людям, людям из Восточной Европы покажется странно, как церковь. Но американская церковь, она другая, это не та церковь православная, где все там угрюмые бабушки стоят и пахнут ладаном. Американская церковь, она другая, это веселье, это праздник, это радость, люди приходят как хотят, одеты как хотят, там часто угощения, часто какие-то мероприятия проходят, и очень много американцев, любых, богатых, небогатых, бизнесменов, небизнесменов, по воскресеньям ходят в церковь. Вот, что ты вообще думаешь про какие-то альтернативные, такие, значит, неожиданные, я бы так сказала, неожиданные места для нетворка, о которых, ну вот прям сложно вот сходу вот так вот догадаться, типа церкови. Абсолютная правда, полностью поддерживаю. У меня, кстати, это было записано, я просто не знала идти не уеду, но я очень рада, что ты поняла эту тему. Мне кажется, что это тоже в русскоговорящем менталитете, в СНГ, все-таки, ну, в советское время это было запрещено, и я очень вижу, долго прожила в Москве, то есть у нас многие, то есть я потом часто узнавал, что кто-то из моих знакомых ходит в церковь, это они никогда не произносили это ни в таком контексте, то есть у нас не принято, мне кажется, это как-то артикулировать, и это такая немножко как бы, хотя сейчас... Вырованная, да, тема какая-то, да? Да, то есть мне кажется, хотя сейчас мне говорят, что это сильно меняется, но по моим, вот лично моим ощущениям, вот сравнивая два разных контекста, здесь это совершенно на другое отношение, очень много ходят в церковь и гордятся этим, то есть это не что-то, что мы скрываем, а что люди гордятся этим, озвучивают это, то есть у меня бывает, что там мы договариваемся о встрече, говорят, ой, Sunday I'll be in the church, то есть у нас, вот, например, в нашем контексте я не могу представить, чтобы мне кто-то вот так, допустим, ответил, здесь такое есть, более того, меня саму лично приглашали на несколько мероприятий, вот, и баптисты, и разные, я хочу сказать, что здесь тоже многое есть, и православная церковь, здесь тоже совершенно такое, то есть здесь тоже, то есть здесь настолько разнообразное вообще, что можно здесь одно из самых, ну, вот в Калифорнии одно из самых сильных вообще сообществ буддистов в 60-е годы, не зря там Стив Джобс тоже очень это любил, говорят, что там в его похоронах там выдавали книгу, Югананда это был один из таких больших просветителей, то есть это не только, это все религии, и правда они очень, большинство очень открыто, очень готовы просто рассказывать, показывать, мне кажется, еще в нашем немножко менталитете есть такое, что сейчас нас там завербуют, или знаешь, это секта, если я туда войду, я потом не выйду, мне кажется, немножко еще есть такое отношение, я слышала просто такие комментарии, совершенно нет, то есть, ну, не знаю, в моем личном опыте и многих, кого я знаю, такого нету, то есть, на самом деле, они очень много делают открытых встреч, то есть, можно прийти, то есть, здесь есть, например, один из главных соборов Grace Cathedral, они делают йогу в соборе каждый вторник, то есть, даже в религиозных местах есть какие-то нерелигиозные события, но это правда, мне кажется, во-первых, это просто, мне кажется, интересно, потому что узнаешь и историю какую-то, то есть, это, мне кажется, просто должно быть любопытно, поэтому стоит это пробовать, и правда, очень много потом праздников, на Christmas, например, вообще здесь много концертов проходит, потрясающих концертов, и можно прийти и на День Благодарения, и мне кажется, как раз, я знаю, что некоторые на Christmas даже есть какие-то туры, которые, знаешь, вот мы сначала туда едем, мы там слушаем концерт, потом туда, потом туда, то есть, это такое, это большое событие для города, в каком бы городе мы ни находились, и не только христианские, то есть, можно посмотреть какие-то другие праздники, там у меня знакомые, это такое с индуизмом, и тоже они делают очень такие какие-то открытые мероприятия, всех угощают, готовят, там тоже можно волонтерить, никто тебя не спрашивает, а ты крещеный или нет, то есть, они на самом деле всегда очень открытые, и там тоже принято помогать, то есть, на самом деле, можно делиться, что ты ищешь работу, что вот ты просто интересуешься, что есть в городе, а вот я увидела явление, мне так понравилось, то есть, это очень поддерживается, очень рекомендую, и ты еще упомянула бары, бары, безусловно, да, очень принято в барах тоже знакомиться, общаться, очень много приходит, там какой-то happy hour, мне кажется, вообще happy hour есть такое равно network, иногда здесь, при этом бар, да, здесь прям прям барная стойка, да, вот когда ты приходишь, садишься за барную стойку, где разные люди сидят, и вот в общем ты там можешь и поесть, и попить, а можешь и не пить, да, и собственно вот как бы тоже сидеть и знакомиться, вот тоже Маша Подоляк мне рекомендовала давно, еще несколько, пять лет назад, она говорит, я знакомлюсь в барах, я прихожу, беру себе вино, сажусь и смотрю на людей, особенно если это какие-то одинокие люди сидят, ты просто тоже подходишь рядышком, да, и все, и у вас да, затевается этот разговор, тоже абсолютно считается нормальным, совершенно нормальный, несколько общений, до сих пор мы общаемся, оказались очень интересные люди, но очень важно тоже фуллапа делать, потому что иногда любовь, а потом мне общение пересписывается, то есть потом там за... Да. Причем я могу сказать, что мне кажется, тоже немножко в нашем менталитете в это закладывается что-то романтическое, но я не сказала бы, что здесь так, то есть здесь мне кажется, что просто люди гораздо больше знакомятся, и много не вкладываются. Без подтекста, да, вот это вот. И можешь с девушкой познакомиться, и парни с парнями познакомятся, то есть это совершенно... Ну, я не могу сказать, что этого нету, конечно, это и есть, просто это меньше, чем в нашей голове, мне кажется, в нашем... Согласна, согласна. Хорошо, давай поговорим про такой краткосрочный нетворкинг, когда вот прямо сейчас нужно. Меня уволили, деньги заканчиваются, рекрутеры не смотрят мои... моё резюме, потому что там по тысяче человек на позиции, и вот мне нужно как-то найти людей из МИД, из Гугла, из каких-то других компаний. Вот что в данном случае делать, как себе помочь? Я бы первая смотрела бы Mutual Friends, то есть это смотреть, возвращаться в LinkedIn и просить прямо знакомиться. Мы сейчас говорим про оффлайн-мероприятия, я бы смотрела мероприятия, которые делают эти компании, и даже если вы не можете, например, поехать или пойти, вы всё равно можете написать организаторам и сказать, что я вот не смог там доехать, но мне вот хотелось бы поволонтёрить или мне бы хотелось бы ближе познакомиться, можем созвониться. Можно всё равно написать спикером, даже если вы не были на мероприятии, и тоже можно с разными посылами это делать, и я бы прямо воспринимала бы это немножко даже как часть работы, поиска работы, поиск работы тоже работа, и после этого поиска закладывала бы 10-20% вашего времени ходить на мероприятия, потому что всё равно личные знакомства никто никогда не отменит, что бы ни происходило в нашей жизни, совершенно другое, когда вот мы вот так говорим с кем и общаемся. Много разных джоп, вот этих вот, джоп-маркетс, да, они называются, и компании сами проводят мероприятия, чтобы привлекать кандидатов, до сих пор вот я ходила даже в экспеди, в компанию, просто мне было интересно посмотреть на их офис, и они там организовывали мероприятия для потенциальных сотрудников, для кандидатов, предоставляли разные вкусняшки, кормили, знаешь, как бы вообще отлично, и познакомиться, и покушать. Мне кажется, да, стоит посмотреть просто, какие компании нравятся, выписать прям их список, посмотреть действительно их мероприятия, они такое делают, они могут делать какие-то внутри других конференций, какие-то, как они это называют, как сайт-эвент, это часто есть на, либо на сайтах в компаниях, либо в клиентах этих компаний, либо у топ-менеджеров, и на них стоит обязательно подписаться, и тоже встретиться. Более того, можно до мероприятия написать людям, сказать, я иду на это мероприятие, а можно мы, а можно мы с тобой пообщаемся, я бы очень хотела, то есть это у тебя просто высший шанс, что ты прям вот и ты можешь написать, а можно твой мобильный телефон, если мы потеряемся, и ты прям звонишь этому человеку на мероприятие, говорит, а я вот тебе писала на LinkedIn, а вот это я, то есть можно готовиться к этим, даже стоит, я бы сказала, что готовиться, или наоборот, человек говорит, а меня там не будет, но все, у вас завязался разговор, рассказать, ой, тебя не будет, так жалко, а давай тогда созвонимся, то есть какой бы ответ ни был, ты всегда можешь это перевернуть в ту сторону, в которую тебе это нужно, и может быть какие-то смежные мероприятия, то есть это могут быть, как ты говоришь, там product management или marketing, или это могут быть какие-то мастер-классы или какие-то обучающие истории внутри маркетологов, на них тоже, то есть все, что связано с вашей индустрией, я бы ходила бы на все, более того, вот мы делали здесь завтрак, было в Сан-Франциско Climate Week, у нас был завтрак, я хочу сказать, что вот по регистрациям 10-20% было людей, кто ищет работы, что мне кажется очень правильным, то есть эти люди, молодцы, что они увидели это, они зарегистрировались, и ко мне подходили люди, говорят, а я вот такой-такой, я ищу работу, то есть мы конкретно просто не нанимали в тот момент, но я думаю, ну этот человек молодец, что он пришел, он не боится, он ко всем подходит, он это говорит, мне нужна работа, мне нужна работа, мне нужна работа, я бы подумала, может быть, как бы, как подходить, то есть вот, если у тебя есть 15 секунд, подумай, как ты себя презентуешь, потому что я вижу, что некоторые не очень правильно себя презентуют, то есть нужно, мне кажется, сказать, я делаю вот это, вот это, или у меня вот этот background, может быть, какие-то цифры сразу вставить, то есть я бы прямо перед зеркалом, честно, 10-15 секунд я бы проговорила. Иногда бывают какие-то даже небольшие ивенты, там 15 человек, они садятся и говорят, окей, let's introduce yourself. И я вижу, что вот какие-то introductions очень слабые. Может быть, человеку это не нужно, но мне кажется, так как вы сейчас в активном поиске, то я бы потренировалась, прописала бы, то есть я бы прямо вот можно на друзьях потренироваться, можно вот к Ане обратиться на консультацию. То есть как лучше правда в очень короткое время, но вот каждое слово matters, как говорится, потому что некоторые, кто-то так себя говорит, меня прям цепляет, ух ты, интересно, такого не слышала. То есть в принципе любой твой background можно упаковать очень, чтобы это звучало как-то вкусно, заманчиво, может быть, необычно как-то, может быть, а у меня там был, знаете, у меня был кейс, я делала там промоушен, не знаю, там корма для собак, а у меня там, не знаю, там все породы у меня стали есть, то есть не знаю, что-то вот, что может зацепить и всего, и мы с тобой это проговариваем, что в любом опыте есть что-то, что может зацепить, и возможно ты сам это иногда даже и не знаешь, но мне кажется, вот именно в промежуток поиска работы, важно это про себя доформулировать, и чтобы у тебя особенно интровертам, особенно людям, кто вот не любит это делать, у тебя просто отработан, ты волнуешься, ты можешь забыть это, а у тебя уже все, ты отработал, ты уже подноренировался там на друзьях, у тебя в телефоне, у тебя это на заставке, на главной, ты знаешь, что ты это сразу озвучиваешь, поэтому вот это я бы тоже просто удивила бы этому. Потому что 100% вообще согласна с тобой, круто, что ты затронула тему вот этого 15-секундного питча, elevator pitch, где ты должен за 15 секунд продать себя или, по крайней мере, заинтересовать, чтобы твой профиль пошли изучали, потому что, что часто я вижу, люди в телеграм-канале пишут, есть ли у вас работа для софтвер-девелоперов, точка, порекомендуйте какую-то работу, да, ну слушайте, или вообще порекомендуйте что-нибудь, да, и тут ты понимаешь, что неинтересно, ты не понимаешь, что это за человек, зачем я вообще должна сейчас тратить на него время, ну какой-то софтвер-девелопер, да, их там, у вас тут миллион, почему я должна тратить время только на тебя? Вот нет value proposition, нету какой-то изюминки, чего-то уникального, какого-то достижения, проекта, чего-то. Я всегда говорю, ребят, ну вы хотя бы раскройте сколько лет, какие технологии, какие ваши достижения, что вы делали, где вы работали, да, вот у вас что-то должно быть, что цепляет внимание, это может быть компания, это может быть какой-то суперкрутой проект, не знаю, количество пользователей денег и какие-то численные результаты, я не знаю, еще что-то интересное. Обязательно прям вот одно достижение, что-нибудь вложите в свой пищ, и еще визитки. Визитки на таких мероприятиях, я прям специально готовила себе визитку, это был QR-код, вы можете сделать QR-код, например, на LinkedIn, вы можете QR-код сделать на вашу посадочную страницу, на какую-нибудь презентацию, куда угодно, что посчитаете нужным, на этой визитке напишите что-то прям кратко о себе, свое там имя, фамилию, может быть, фотографию, чтобы вас можно было узнать, что это вы, возможно, какой-то ваш слоган или что-то интересное, чтобы ваша визитка не была, вот такой boring business card, а вот что-то уникальное сделать. И сейчас огромное количество инструментов, я визитки клепаю в Canvas в приложении, я дочке делала, она делала, там, собрала свою визитку, она продавала серьги на мероприятии, да, она тоже же, я ее привлекаю к бизнесу, и говорю, иди, вот сама ручная работа, делаешь сережки, идешь, продаешь, и там же она промонтировала свой YouTube-канал, и тоже свой Etsy, свой TikTok, в общем, тоже QR-коды, в общем, все, бизнес, бизнес-мама, бизнес-дочь, вот, то есть очень легко просто сделать самостоятельно визитку, какую вы хотите, главное, чтобы она была уникальная и подчеркила вашу какую-то идентичность. Классно, очень важные визитки, потому что здесь многими пользуются на мероприятиях, это очень здорово, и я хочу просто еще пример тому, что сказала, я была на одной такой закрытой встрече, там было очень много инвесторов, family office, и такие тоже все очень такие важные люди, и я как раз вот помогаю с партнерствами для компании в энергетике, и я вот несколько раз, значит, рассказываю, что я это делаю, и я вижу прям вот, ну вот прям по глазам вижу такие, знаешь, пустые глаза, вообще никак не реагируют, и я думаю, так, не работает. Подхожу, значит, к другой, стоит два, двое таких серьезных мужчины, и вот я так подошла к ним, и вроде вот уже, я слушаю, чем говорит, тут какой-то момент про какого-то ингранта кто-то рассказал. Я говорю, да, а я тоже приехала два с половиной года в Америку, у меня было 800 долларов, 800 долларов я положила в подошву своей обуви, потому что все карты не работали, а если тебе оборот, у тебя общение долларов, они оба разворачивают голову, дают мне визитку, и говорят, Вера, очень хотим познакомиться, так интересно, а ты здесь, на мероприятии. Я говорю, да, я большой путь прошла, то есть я подумала, то есть для меня это было чисто такое, не то, что я там спланировала Live at your pitch, но я подумала, надо что-то совершенно другое говорить, если это не работает, то возможно, можно по-другому себя презентовать, и я подумала, что так интересно, то есть иногда какие-то действительно нам кажутся какие-то слабые моменты, но для них это действительно что-то, может быть, какой-то, какой-то, не знаю, личная история твоя, мы тоже про это говорили с тобой в эфире, мы все время возвращаемся туда, что возможно что-то из твоей истории, что действительно будет интересным. Здесь это тоже считается, что это сильно твоя сторона, если бы были какие-то провалы или пейлы, или еще что-то, на самом деле здесь люди гордятся именно этим и про это. То есть здесь, например, очень часто я вижу, когда люди даже, это тоже, честно говоря, до сих пор иногда удивительно для меня, но когда говорят, у меня был самый сложный развод в моей жизни, у меня поменялась вся жизнь через это, я вот сейчас другой человек, то есть в нашей культуре не принято как бы на первой, или там перед большим количеством людей через это говорить, а здесь я вижу, что, то есть человек показывает, что я через это прошел, я стал другим, и я, у меня теперь как бы вот другая такая самоидентификация, но через это, то есть это как гордость человека, и мне кажется, что тоже не бояться про что-то такое говорить, то есть это может быть что-то из личной твоей истории, но это тоже может быть на самом деле частью репич. То есть это показывает твое, вот тоже это важное слово, вот это consistency, resilience, твое вот, как сказать, не знаю, сопротивляемость, то есть насколько ты можешь выдерживать какие-то сложные ситуации в твоей жизни, это показатель того, что ты супер классный, ты устойчивый, и если ты будешь работать, что что бы ни произошло на твоей работе, ты с этим справишься. То есть это показывает тебя как сильного человека, но это видишь, это может быть связано и с твоей самопрезентацией тоже, почему нет? То есть это что-то, что такое, ух ты, такое как бы, это сразу, знаешь, такое как бы, вежец ухо. Ну да, да, слушай, ну здесь тоже, I know your customer, да, обязательно надо понимать для кого и что вы пишете, то есть, наверное, должен быть некий такой как бы набор кубиков вашей идентичности, которые вы будете вот как вынимать, как маг из шляпы, так опа, здесь я расскажу, например, про, я не знаю, свой развод, потому что я разговариваю с женщинами, там какое-нибудь женское сообщество, которые, например, проходили развод, и эта тема будет уникальной, или там про ребёнка, да, но, например, в кружке там с мужчинами, я не буду про это рассказывать, потому что совершенно другая аудитория, а там я расскажу, как я, не знаю, приехала в США, и у меня было 800 долларов в ботинке, потому что им это больше понравится, и так далее. То есть вот обязательно надо понимать, с кем вы общаетесь, и как позиционировать, и что конкретно этому человеку, возможно, будет о вас интересно. Поэтому лучше иметь вот несколько каких-то моментов интересных, которые вы будете вот выбирать и презентовать. У меня тоже очень много для своего печа компонентов. То есть у меня есть компонент, как Аня, например, Product Manager, да, у меня есть компонент, как Аня Marathon Runner, да, я говорю про свои беговые достижения, у меня есть компонент, как Аня YouTube, ведущая подкаста и канала, у меня есть Аня как карьерный коуч, у меня есть Аня как, я не знаю, Single Mom, да, например, вот, и в зависимости от ситуации, я вот ту или иную свою компоненту беру и вытаскиваю, потому что я предполагаю, что она будет интересна непосредственно этой аудитории. Вот поэтому, да, ваше домашнее задание — выписать 10 ваших характеристик, которые могут быть интересны вашим партнёрам. Да, я думаю, оно в практике, то есть понятно, что я думаю, у тебя у меня не то, что прям сразу пришло, то есть вы видите по реакциям, я вот себя так презентую, мне вообще как бы там никто не подходит после, то есть на самом деле можно, значит, какое-то ещё. Другое, да, если использовать. Да, и мне кажется, это такая история, как бы она не константа, то есть я к тому, что не бояться, просто тоже с этим экспериментировать, и там так не заходит, может быть, вот так, может так. Я бы всё равно взяла бы сессию с тобой, если честно, потому что лучше, когда профессионалы тебе просто, потому что сами люди, я вижу, всё равно им очень сложно сформулировать. Классно, когда человек тебе всё-таки подсвечивает, так вот смотри, у тебя вот это, вот это, вот это, вот это, и тут можно собрать. Приходите ко мне на коучинг, приходите ко мне на консалтинг. Ну, да. Хорошо, нам нужно завершать. Давай последний мой традиционный вопрос. Я воздаю всем, независимости от темы, потому что канал у меня про поиск работы. Что ты могла бы посоветовать тем, кто сейчас ищет работу? Это хороший вопрос. Я бы посоветовала, мне кажется, это очень один из самых сложных периодов жизни. Я знаю, что вот эта непредсказуемость, что невозможно сказать по времени, по условиям, и я вижу, что очень многие люди теряют самооценку, очень сложно проходить через это. И, наверное, первое, что бы сказала, напоминать себе любым образом что-то ценят сам по себе, вне зависимости от твоей деятельности. И прямо вот каждый день себе это напоминать. И поддерживать себя в этом периоде. Не знаю, бегать, ходить в бассейн, делать что-то для себя. Вот такая самоподдержка себя, людей, которые тебя поддерживают. Не забывать про это, потому что просто бережно к себе относиться вот конкретно, наверное, в этом периоде. Потому что, чтобы не было такого, что ты выйдешь на работу, и ты уже истощен от поиска работы. Когда у тебя burn out от поиска работы, и ты такой, как у меня работа есть, и у тебя нет вообще сил ни на что. А это очень много примеров. Даже не представляешь, как много таких примеров, когда человек вроде такой нашёл работу, выходит на работу, а там ещё больше трэшак. У меня даже вот уже не буду называть имя человека. Да, и вот сразу жалоба такая мне прилетела. Ну, не то, что мне жалоба, а то, что мне как бы пожаловаться человек решил, что, Аня, я не могу. Я и так устал, а у меня митинг на митинге, встреча на встрече, что мне делать вообще. Да, и вот как бы это прям классическая ситуация, особенно те, кто вот прям упахивался в поиск работы, а ещё попал в какую-нибудь компанию, где такой не очень хороший work-life balance. То есть, возможно, даже отпуск перед новой работой. Да, да. Может быть, правда, вот просто понимать, что тебе самому сейчас нужна помощь, помнить про это и помогать самому себе, чтобы ты сам себе был первым союзником, и не задавливал себе. Вот, мне кажется, у нас есть поддержка аудитории. У нас есть поддержка аудитории, напоминающая, что хватит здесь уже два часа разговаривать. Этот круг почёта был только что за компьютером, вот так вот обошло, да. Мы заканчиваем непереживаемое хорошее, и тебе уделим сейчас время. Вот, так что да, мы с тобой сегодня два часа разговариваем, как в прошлый раз. Мы тоже два часа с тобой. Я думаю, что, ну, надеюсь, что, если вы досмотрели это видео до конца, вы большие-большие молодцы, у вас точно всё получится. Ставьте, скажите. Аня, я знаю, отвечает, я тоже буду отвечать. Отвечаю, да. Согласны, не согласны, или есть вопросы, очень хотели бы услышать. Да, спасибо, Верте, большое ещё раз. Обязательно задавайте вопросы, если есть какие-то темы, которые мы ещё не раскрыли. Хотя, мне кажется, за два эпизода, четыре часа можно собрать просто гайд. Может быть, я даже это сделаю. Я даже одну статью уже выпустила. Вот, я выпущу вторую статью. Тоже я приложу ссылку, если вы не любитель смотреть видео или слушать аудио. У меня также есть аудиоформат тоже. Если вы в машине можете там убираться, лепить пирожки, например, и слушать подкаст. Пожалуйста, на всех платформах я есть. Есть текстовые варианты нашего интервью с Верой, поэтому сделай второй, выпущу гайд. Будьте профессионалами по нетворку, а потом нам отпишитесь, как вам помог в поиске работы или в бизнесе. Супер. Спасибо, Аня. Спасибо большое, да. Спасибо, Вера. Спасибо, Роза. Да. Кстати, я поняла, что мы с Розой мачимся по цветам. У меня тоже леопард. Вот она пришла. Здрасте. Да. Ну всё, сейчас... О, да, хорошо. Всё. Кайфушки, кайфушки нужны, да. Кот страдает. Ну всё, спасибо тебе огромное. Всё, всем пока. Да, ставьте обязательно лайки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok